Используем пространство в дизайне интерфейсов. Пользователи насрали на ваши красивые сайты. Тренды из 90-х, которые всё ещё можно встретить. Погнали! Всем привет, это подкаст «Суровый веб» от проекта UwebDesign. Сегодня выпуск номер 123 на градуснике 26 апреля 2017 года. А на часах, видимо, плюс 15 или сколько у нас там, плюс 10? На часах, да, плюс 15, а время 20 минут десятого по Челябинску. Мы вас рады приветствовать и будем переходить к первой громкой теме. Да, она у нас и в громких первая, и вообще первая. И в принципе она интересная. Вафа, 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 Абзи, Абзи. Нам прокомментировал это ещё 25-го числа, то есть вчера. Кажется, это интересно, написал он. Оказалось действительно интересно. Ну это тебе. Сейчас посмотрим. Да, сейчас мы посмотрим на поведение наших слушателей и зрителей. И решим впредь темы Вафа, Абзи, использовать вообще или нет. Эффективное использование пустоты в дизайне интерфейса. В скобках «eng». Но нас не пугает, это «eng». English language. А что это значит? Это означает «the capital of Great Britain». Возжечь джильянски. Казалось бы. Джильянски. Казалось бы «eng», а «возжечь». Да, это какой-то иммигрант из бывшей Югославии стопудово. Возможно, даже не иммигрант, может быть, он там всё ещё живёт, а не в солнечном Сан-Франциско. Из которого маленькое ответвление сразу, прям вот с ходу, про WordPress. Automatic, компания, которая хостит WordPress.com, закрыли свой офис в Сан-Франциско. Почему? Дорого, говорят. Реально дорого, не окупает себя досвидос. Осталось два офиса. Один в Кейп Таун, в Южной Африке. В Южноафриканской республике. А второй, не помню где, но тоже... А второй в России, в Челябинске. Нет, второй там практически в Милуоке. Ну, по бреду. То есть, вот, а вот в Сан-Франциско... Силиконовая долина-то дороговато. Ну, там у них не самой силиконовой, конечно, а именно, видимо, по центру Сан-Франциско, просто в каком-нибудь небоскребе топовом было. Ну, вот да. Короче говоря, сейчас не об этом, а о том, как использовать пространство в дизайне интерфейсов. Definition and practical examples. На самом деле, здесь очень интересный метафор. А вы, вообще, уважаемые подписчики, вы, наверное, знаете, что мы здесь любим не конкретику, мы здесь любим метафоры с Никитой. Вот такие вот мы. Да, мы такие возвышенные лирические герои сурового веба. Так вот, пустота, говорит, это, на самом деле, очень важный аспект жизни. Представляете, что вы слушаете звуки без пространства между нотами? Без паузы. Да, без паузы. Это же будет просто, говорит, линейный поток шума какой-то. То же самое с фотографией, архитектурой, живописью, скульптурой. То же самое и с дизайном. И в самом деле, вот давай, нам как бы же знают, да, что мы любим. И я сам знаю, что мы любим. Архитектуру. Вот представь архитектуру, если бы везде были дома. Везде все это, по-моему, один большой дом. Одна стена была бы большая. Ну да, или стена, как в эпохе империи, одна большая. Чтобы проходы загородить, в которых в брод переходят люди. И да. Но кроме этой стены еще бы вот все было дома. Блакс. Не было бы никаких улиц, площадей вот этого всего. Я тебе больше скажу. Если смотреть вот, например, на Великую Китайскую стену, да? Так. Она почему такая великая и почему такая китайская? Потому что вокруг нее, ну, нету ничего. То есть ты видишь ее отдельно. Я думал, потому что она разваливается из дешевой пластмассы сделана. Нет, вокруг нее нету. То есть она одна стоит, как исполин. Ты смотришь на нее, и она длинная, большая, и она тебя впечатляет. Она реально, она же чуть не по всему Китаю с севера длится. Я вот, честно, сколько раз про нее слышал. Даже в игре World of Warcraft есть отсылки. Оммажь на Великую Китайскую стену, если угодно. Но вот я никогда не интересовался, а реальная Великая Китайская стена, она вообще, насколько весь Китай покрывает. Я знаю, что ее от монголов делали. Они набеги делали, устраивали постоянно. Ну, сейчас уже, видимо, никто не нанимает монголов, как в крестоносцах. Ты имеешь в виду наемники? Да. Stronghold Crusaders. Да, видимо, не нанимает, поэтому... Ну, то есть я имею в виду, что если бы около Великой Китайской стены были такие же здания, так же рядами стояли, это было бы не так величественно, как сама Китайская стена, которая стоит там просто в поле. В горах в основном, но и в поле тоже, почему бы и нет. Дело просто в том, что у нее все равно есть хотя бы какие-нибудь там, я не знаю, ворота. Какие-то, то есть спейсы какие-то. Да, я все пытаюсь... Даже вот в полупроводниках есть электроны, есть дырки. Ну, как бы физически этих дырок нет, это просто движущиеся положительные заряды. Но сам факт в том, что всегда инь-янь есть. Всегда есть А и Б. Добро и зло. Да, говно уже высасывать. Есть один и два. Как бы один и ноль, на самом деле. Я к тому, что во всем должно быть равновесие какое-то. Вот все в нашей жизни, оно вот... Сказал А, скажи же, Б, короче говоря. Вот про музыку и про архитектуру отличные. И space is a human need. Пространство — это человеческая нужда. То есть, опять же, глубоко. Что нам дает пространство к нашему дизайну? Смысл, иерархию, legibility, легкость восприятия, структура контента, drama intention, внимание, драматургия и напряжение. Как пространство дает драматургии и напряжение? Можно убедиться, между прочим, по первой же фотографии на этой статье, какая здесь драматургия и напряжение. Ты посмотри, вот это вот здание на фоне неба, которое как бы у нас контрастирует. То есть, мы видим небо такое прям в никуда уходящее. Оно висящее. И ты прям, ааа, я обрыв, пустота. Она же реально... Кстати, смотри, обрыв, напряжение. Два здания, между которыми Нео прыгал и падал на асфальт. Он же вот повис в этом пространстве с напряжением. И драма была после этого, когда он нос разбил. То есть, в принципе, согласен, размотали. Ну и здесь, опять же, такая глубокая цитата по поводу того, что все смотрят на вещи, но лишь немногие видят. Это я имею в виду к тому, что мы все визуально воспринимаем, когда все очень четко сбалансировано между контентом и каким-то пространством. Но вот если нас попросить сразу сделать, никто не будет делать пространство, на самом деле. Об этом будет дальше. О том, что зачастую с клиентами очень сложно, потому что, когда делаешь пустые пространства на сайтах, например, если мы говорим о веб-дизайне, они начинают говорить, а что здесь пустота, давайте ее заполним баннером, рекламкой, кликалкой какой-нибудь и так далее. Или просто уберем. Ну или да, или просто уберем это пространство, сожмем все, как бы укомплектуем компактно и все. И автор статьи, извините, мы забегаем вперед, но это достоин того, чтобы забежать. По-английски уже говорить, глаголом оканчивать. Ну и, собственно, по-немецки тоже там всегда второй глагол в конце остается смысловой. Ладно, неважно. И о том, что нужно с ними бороться, с этими клиентами, и говорить, что вот вы давайте мы попробуем, сделаем A и B тестирование, и если вот на пустоту больше будет кликать, по крайней мере с пустотой, с уравновешением будет больше конверсия, то давайте все-таки оставим. То есть не нужно просто стоять на своем или просто сливаться. Нужно быть вот таким гибким, обтекаемым, как Т-1000 из Терминатора 2. Протыкать в ухо иногда клиентов нужно металлическими спицами. Нет, а если забегая вперед, нет такой возможности провести тестирование? Ну, тогда подчиняйся, сэкам. Obey? Obey, да. Emptiness. Качество, которое нам дает пространство, emptiness – пустота. Это вот один из недосматриваемых элементов в визуальном дизайне, которые вот не замечают обычно. И вот если вы начинающий здесь, а клиенты, они, видимо, как начинающие, всегда будете заполнить, пытаться заполнить каждое вообще пространство, которое у вас есть, каким-то контентом. Но чем более опытным вы становитесь, тем больше вы будете разрежены делать. То есть тем больше спокойно вы будете это все воспринимать, размеренно. Знаешь, вот бывает вот это вот, мы молодые, хочется много всего успеть, а вот ближе к 50 уже понимаешь, что жизнь-то она одна. Если ты будешь все успеть, то ты реально успеешь пытаться все успеть, ты все успеешь, а это не надо. Лучше как бы вот выделять только важное для себя и паузу еще между этим важным делать. Скатился я, да, из высокопарных таких речей в говно какое-то, но не важно. Но я так понимаю, у чувака и пример есть. Конечно. И видишь, здесь он говорит о том, что с точки зрения пользователей, мало кто реально скажет, блин, чувак, что-то не то, тебе бы пространство создать. Это не понимается, это как бы чувствуется на уровне ощущений, что что-то не то. Но не можешь, вот маме своей покажи сайт, который засран, заполнен. Она не скажет, надо вот, чтобы сайт дышал, надо, чтобы он вздохнул побольше, вот тут кернинг, здесь лайн-хейт, то есть как же это, лидинг и так далее. Нужно, чтобы вот было пространство между... Она просто скажет, что-то вот не нравится. Просто что-то все скомкано. Да, да, ну скомкано это и то уже экспертное мнение практически. Так вот, и мы здесь видим вот пример сайта Acreino. Не знаю, что это такое. 1.09.2017. Здесь еще так написано, 9.07. А, чтобы ты понимал, помнил, чтобы ты помнил, Unix timestamps 1970 года начинается. Я думал, здесь по прикольчику будет именно вот это. Но нет, здесь 2017, 1 сентября. Astronomy binoculars is a great alternative. Никаких пробелов, все скучковано в такую... Знаешь, вот это вот есть картинка. Что вам кажется, два человека или ваза? Помнишь вот это? Вот здесь, именно в этом, так скажем, виде все сделано. Все по центру, выровнено. Да, и это отвратительно. Кстати, это польское что-то. Видимо, он все-таки поляк, а не из Югославии. То есть здесь Познань, Варшава, Мадрид и Гуана какая-то. Возможно, он из Гана уже. Ты считаешь, что вот это отвратительно, да? Ну, во-первых, Варшава, конечно, отвратительно. Я бывал просто бывал. Нет, я просто забегаю. Никого не хотим обидеть. Давай дальше посмотрим. Следующий скриншот. Следующий это то, что он как надо было сделать. И здесь есть пространство. То есть все разведено по углам. И пустота, она как бы обволакивает и обоссабливает каждую из этих штук. Не знаю. Что-то у меня почему-то какие-то начали сомнения вкрадываться. Хотя, конечно, я в принципе понимаю, что второй скриншот, он сделан лучше. Ну, в смысле, не скриншот сделан лучше, а именно вот верстка, да? Но по центру я бы не сказал, что прям совсем плохо. Представь, что это распечатали как визитную карточку. Будешь, вот нравится тебе визитная карточка, какая все по центру? Ну нет, нет. Вот, вот. Представь себе. А вот второй, да. Хорошо, ладно. Потому что это же, если это сайт, то это сайт-визитка. Ну, как бы просто физически это сайт-визитка, как мы видим. На самом деле, если это все сделать, так сказать, адаптивно, под мобильный телефон, я имею в виду, то наверняка все равно все будет одно под одним. Но тогда, я думаю, в рамках мобильного телефона что-то нужно будет убрать. Возможно, все просто. В общем, микроспейс, есть виды пространства, которые можно, как бы, так сказать, поделить в интерфейсе, так сказать, классифицировать. Микроспейс, микропространство. Ну, всем нам знакомо. У нас, как бы, все микро в жизни. Так вот, мы в России все-таки живем. Ничего макро у нас давно уже нет. Не знаю, зачем я на русофобию эту скатился внезапную, но уже скатился. Так вот, микроспейс – это пространство либо между элементами, либо внутри элементиков, между частями этих элементов. This is a space within elements in a group. Space between letters, words, small elements. Ну, короче говоря, и внутри самих элементов, даже между буквами, оно и то имеет какое-то значение. И им тоже можно играть, им тоже можно жонглировать, манипулировать, вплетать и использовать нити микропространства для того, чтобы вот свое повествование строить гениально вообще. Как, например, вот магазин AVSC. Здесь у нас есть слева, как всегда, антискриншот, справа скриншот. И опять Варшава. Все-таки он поляк. Я продолжаю разматывать по Шерлоку Холмсу. И что он сделал? В случае первого скриншота все отступы, они, в принципе, одинаковые. Отступы между верхними квадратиками. А это квадратики для меня, не прямоугольнички. И отступы снизу между аватарками, например, вертикальные отступы между заголовочками, они все примерно одинаковые. А так не нужно делать. Нужно, чтобы пространство соответствовало по соотношению с самим элементом. Между большими элементами чуть побольше, между маленькими чуть поменьше. И вот второй скриншот, он выглядит просто опрятней. Вот я бы слово опрятней использовал. Здесь не очень много изменений, но они видны. И да, когда на первом скриншоте ты видишь такие большие отступы, оно как-то разболтано. Как будто делал дилетант какой-то. Он просто накидал, но еще вот не сидел с линеечкой. Но не сидел еще. Да, но еще не сидел. А вот только как сидишь, у тебя с микропространством все нормально в голове становится уже, потому что ты как бы заперт был в пределах микропространства в это время. И ты начинаешь ценить все это, что вокруг тебя. Ну а он, давай, хорошо. А вот этот чувак нам скажет, как понимать-то? Вот как чувствовать? Ну слушай, он говорит о том, что, и я сказал, должно быть относительно самих элементов. Между большими элементами большое пространство, между маленькими маленькое. И внутри, соответственно, так же. То есть нужно маленькое кучковать более кучно, чем большое, если вообще понятно. Не будет ли это, наоборот, налепленным таким маленьким дерьмом каким-то? Но будет понятно, что вот эта группа, она вот обособлена от той группы. То есть все равно же, вот допустим, неопытный, так сказать, коллектив. Пятый класс, например, школа. Это уже опытные пацаны. Серьезные. Неважно. Вот в отношениях полов есть еще определенные пробелы у этих детей. И все равно мальчики с мальчиками кучкуются, девочки с девочками. Ну, допустим. И вот, например, на физкультуре особенно. И ты же их разводишь, как две группки. Девочки идут мяч кидать. С физруком. Да, он будет им сзади показывать, как баскетбольный мяч правильно вести. Да. Прижимать его куда-то. Отбирать вот эти вот толкания. А я дриблинг именно толканиями буду называть. А мальчики просто пойдут на улицу в футбол играть. Мальчики пойдут покурить. За школой, естественно, вместо футбола. Так. Но они же будут между собой близко, мальчики. И девочки будут между собой близко. И с физруком, естественно. Ну. Оно между друг с другом уже пространство. То есть две группки обособлены. Вот так и с аватарками. Представь, что верхние прямоугольнички — это мальчики, а нижние — это девочки. А физрук — это плюс четыре. По идее, физрук, он должен по закону быть обособленным. Он большой элемент. Да, но он, видишь, к ним подмазывается в этой ситуации. Он прям пытается слиться с толпой. Ну да. Поэтому идем дальше. Макроспейс. И это о том, что между... Мы не только между элементами должны использовать, какое-то пространство, но между целыми блоками должно оно быть. То есть вот если у нас здесь есть некий заголовок, типа там Spring Vibe, нужно его обособить вообще от всего на сайте. Вот от Адамы. Менюшечка тоже от Адамы отделена. От другой нижней менюшечки. Все это гигантскими такими... Ну, гигантскими в рамках этой картинки конкретно. Гигантскими отступами отделено для того, чтобы мы могли... Ну, во-первых, обособить. Во-вторых, показать важность. То есть очевидно, что заголовок Spring Vibe значительно важнее, чем Twitter, Instagram и Facebook ссылки, которые здесь слева, снизу даны. Но не так важен, например, как меню. Просто потому что меню, как мы уже в каком-то из подкастов недавних рассуждали, по правилу чтения по букве F, меню будет самым читаемым в данной ситуации. Ну и дама, естественно, самая просматриваемая. Поэтому нужно вот умеючу очень с этим играть, и тогда, в принципе, вам будет подвластно вообще любое делание интерфейсов. Но это, как и все, приходит с опытом. Вот к твоему вопросу о том, как это чувствовать. Вот просто чувствовать. Ты сначала наблатыкиваешься, тебя твой лид-дизайнер учит. Тыкает носом. Тыкает носом прямо в твои пространства. А потом уже ты начинаешь... Сначала в твои маленькие пространства, а потом, когда ты понимаешь, а в большие. Да, да. Согласен. Visual Aspect. Понимаешь, вот мне дальше понравилось. Визуальный аспект пространства, нужно его использовать с целью... Вот опять же, мы подчеркиваем, да, здесь заголовок, потому что мы его отделили. А в магазинах, вот во всех лакшери брендах у них большие пространства. И это большие пространства, а это просто пустота твою мать. А одежда все равно скучкована. Здесь почему-то Zara показано. Я бы не сказал, что Zara это сильный уж лакшери бренд. Например, у них есть Massimo Dutti, которое именно Zara подразделение, но более дорогое. И там до свидос маленькие отделчики, на самом деле. Примерно как лакост. Монобрендовый отдел небольшой, в который все достаточно сильно натыкано. Но в самой Zara действительно есть пространство. То есть там не как в H&M. Вся пустота по центру заполнена еще стойками. Не сейл, не сейл, трусы, носки, телефоны, духи. Что такое в H&M? Нет, просто до свидос какой-то там. Резинки, чехлы какие-то. Просто я не знаю от чего. Скоро только презервативы останутся там продавать. И хлеб. Как в аптеке. Бюджетный хлеб. Вот в H&M тоже какой-нибудь хлеб еще просто продавать и все. А в Zara это реально... Вот эти стоечки, к ним надо подходить. Пока ты до них идешь, это все подчеркивает исключительность. Пока ты до них идешь, на тебя смотрят продавщицы. Вам что-нибудь помочь, подсказать? Конечно. Ты от стыда разворачиваешься и уходишь. И уходишь просто. Вот так и работает их маркетинг. Но я вообще сейчас вспоминаю сцену из «Иван Васильевич меняет профессию». И там, когда икра баклажанная заморская была, она прям по центру большой тарелки лежит. Мухленькая такая, а тарелка большая. И это... Если бы тарелка была небольшая, не было бы подчеркнута значимость. Потому что если бы просто мало икры на маленькой тарелочке, ну все бы подумали, ну как бы ее просто мало, ее еще принесут, она есть. Ну а когда она на большой тарелке вот так маленькая по центру, это прям подчеркивает значимость. Вот в данном случае в «Заре» вот эти вот рубашки пола, они как баклажанная икра лежат. Ну может быть. И их хочется сразу взять. Ну по... Видимо, они что-то поняли все-таки. Маркетологи «Зара», я напомню, испанская компания, возможно, действительно что-то поняли. И да. Так вот, пространство может ассоциироваться с такими... Ну, value – это значимость, значениями. Простота, luxury, комфорт, редкость, открытость. То есть вот даже когда в каких-то музеях, допустим, есть какой-то очень редкий экспонат, например, там вот в Дрезденском музее есть голубой бриллиант или зеленый, слушай, бриллиант. Я не помню. По-моему, зеленый бриллиант. Ну-ка, я вот сейчас введу. Green, Diamond, Dresden. Есть такое или нет? Хочется просто вот, ну... Dresden, Green Diamond, да, действительно есть. И это что-то вот там уникальное, какая-то хреновина, которую Августа Сильному там привезли, потому что он суперкрутой король. Потому что он сильный. Король Саксонии, да, был, там много кого подмял. В том числе у них реально были в те моменты уже африканские колонии. Там добывали все вот эти камни. И вот там это реально уникальный зеленый бриллиант. Еще есть много карат. То есть он там чуть ли не с мой кулак размером. Но я утрирую, конечно, какой кулак. С... Я не могу сказать тебе. Со спичечный коробок. Да, примерно со спичечный коробок. Согласен. Может быть, даже чуть больше. И он в отдельном стенде, да, свидос сделан. Вокруг него много пространства. На нем много ламп светит отдельных. Он играет просто там всеми цветами. Вокруг него сукно еще, по-моему, черное такое. Прям богатое. Чтобы он выделялся. Чтобы было видно, кто батька был. Возможно, Август сильный примерно так же его надевал. На голое тело просто. Чтобы подчеркнуть просто, что вот он у него есть. И да. Ну, а про клиентов мы уже сказали. С ними нужно сражаться, бороться. Пытаться им доказывать что-то. И здесь в самом конце вот гениальная обязательная цитата. Должно быть, что пространство, но как воздух. И дизайну нужно дышать. Вау. Сильно. Вот такое нам поведал Можж. Он причем еще свой дрибл здесь рекламирует. Бла-бла-бла. Короче говоря, на prototyper.io я залайкиваю эту статью. Мой лайк был 790. Будем ли мы какое-то с тобой еще дополнительное мнение свое высказывать? Слушай, я считаю, что нужно с пространством, как с огнем, аккуратно играть. С ним просто сложно играть, понимаешь? Если ты все еще не чувствуешь этого, то наверняка ты сделаешь лажу. Если все еще не чувствуешь, повторяй за другими. Вот не можешь сочинить свою симфонию? Играй Моцарта Баха, это не зазорно на самом деле. А потом сочинишь, дойдет до тебя это. Вот так и здесь. Заходи на Зару, заходи на сайт New York Times, если у тебя новостной какой-то блог. И пытайся их просто повторить. Наверняка пацаны что-то поняли. Помнишь, как мы рассказывали, ну чуть не притчу, а историю про то, как чувак пришел в Amazon. И первый вопрос ему задали, что бы вот у нас на главный переделали. И обычно все заносчивые чуваки сразу, ну тут, короче, мелко, тут говно, тут дерьмо. И именно тот чувак сказал, а не надо ничего переделывать. Раз вы так сделали, наверняка у вас была какая-то аналитика, вы что-то поняли, прежде чем так сделать. И ему сразу сказали, вы приняты, как на том комиксе с Cyanide and Happiness. Вы приняты, там, Amazon. Вот так и здесь. Нужно копировать хорошее в своей сфере, если вы хотите повторить их успех. Но, понимаешь, копируя кого-то, ты не сможешь получить успех больше, чем Anik. Скорее всего, он все равно будет меньше, но я условно. Но свое гениальное, оно вряд ли просто так придет, ни с хрена. Все равно должен быть какой-то опыт, и этот опыт нужно зарабатывать, прорабатывать. Ну отлично. Тогда перейдем к нашим организационным вопросам после нашей первой темы, разогревающей такой. Кто у нас сегодня первый организует внезапно все наши организационные вопросы? Он, я бы даже сказал, не организует, а раз если расценивать, что у нас первая тема, это была разогревающая, как на концерте. Так. Перед основной... Это основная группа сейчас выходит. А-а-а. Которую мы ждали, это ACDC. Да, вот это те ACDC, которые говорят, спасибо нашим друзьям, жмя-жмя-жмя-жмя из Польши. Да-да-да. И теперь вот... Вот это главная группа на сцене SmartApe. uwebdesign.ru slash smartape. И эта главная группа отыгрывает отличный такой, как бы, концерт под названием хостинг. Отличный сет вообще. Прям вот все треки на нем присутствуют. И безлимитный хостинг, и VPS-хостинг, решение с виртуальными машинами под ваши нужды, с SSD, с HDD-хранилищем, с любым количеством ядер, там, оперативной памяти и так далее. Очень гибкие тарифы. И то же самое с выделенными серверами. Это прям самые тяжелые такие треки, которые 10-минутные, возможно, 6-минутные. А я не помню, мы рассказывали или нет, как ты в техподдержку написал, чуваки, мне надо перенести на другой 2.0. Мы рассказывали. И нас там облизали с ног до головы. Мы сказали, перенесли еще и быстро, еще и ни одной ошибки. Я даже им не сказал, что надо в конфигах перепрописать. Потому что на безлимитном хостинге 1.0 MySQL-ные сервера, это были отдельные тачки. То есть вот тачка была shared 15 сервер, а для него соответствующий MySQL был MySQL 15. Поэтому во всех конфигах вместо Localhost, например, WordPress-овского, нужно было явно указать MySQL 15.smart.ru. А в безлимитном хостинге 2.0 уже Localhost они сделали. То есть там нормальный ASP-менеджер, который все это виртуализирует в рамках одной машины. И они мне при переносе сами в конфигах везде поменяли на Localhost. Красавчик. То есть они поняли, что у меня WordPress, они это все перепрописали реально. И прям вот я отдал им должное в тот момент. Опытные пацаны стали. Youwebdesign.ru. У нас можете прочитать дополнительную информацию на сайте также и зарегистрироваться как раз по вот этой ссылке реферальной, если хотите нас сильно поддерживать. Да, да. Нам всегда приятно. Мы потом видим ники ваши у нас в админке реферальной программы. И плачем. За каждого свечку ставим. Да. В хорошем смысле этого слова. За здоровье, за добро. За то, чтобы все у вас получалось и с клиентами, и с девушками, и с мужчинами. И с хостингами. Да. Еще я хочу сказать, что у нас на сайте, на том же, на котором youwebdesign.ru, на нем можно не только по реферальной ссылке на SmartApes зарегистрироваться, но еще и, во-первых, просто зарегистрироваться на нашем сайте youwebdesign.ru, чтобы оставлять свои комментарии в специальной теме в сайтбаре. Возможно, колки, возможно, какие-то животрепещущие, но комментарии. Да, все это делается в сайтбаре. Там есть специальная ссылочка для оставления ваших тем. Оставляние, возможно. Возможно, оставлю не. Не так просто. И регистрируйтесь, и без проблем потом все оставляете каждый раз, и ничего не надо делать. Спасибо всем, кто уже оставляет, в том числе фронтендер. Еще у нас есть чатик в Телеграме, чтобы в него попасть, а в него уже попали около, наверное, 200 человек. В него, наверное, попали человек 300, но 100 вышло. Да. Потому что не все доживают. Близиться к 220, несмотря на то, что у нас отпочковалось одно, так скажем... Звено? Отделение, одно звено. Ну вот, возможно, следует таким уже не отвечать просто. Это первый тест не пройдет. Не, но зато для тех, кто на ВК, раз вы уже на ВК типа пишете, вы тогда закажите стикер у нас на ВК. Вот, хотя бы так, да. Это будет искуплением нормальным. Да, в нашем паблике вк.com.com.uwebdesign можно заказать стикер. Либо стикер УВД-дизайновский, либо стикер УВД-геймсовский. Ж. Ж. И что характерно... Что характерно, всего 200 рублей. Стикер УВД-дизайновский, он дешевле. Не подумайте, что он менее качественный. УВД-геймсовский, к сожалению, да. Он дешевле. Не подумайте, что он менее качественный, но просто вот... Не, ну просто мы поддерживаем. Это как бы скидочка на наш тот второй проект На который тоже, кстати, можете подписываться vk.com.uvdgames Это сказали, это сказали По-моему, все гениально Все гениально, просто как раз, два, три Ну, давай Следующая дизайновая тема Внимание, на блоге Envato Это важно, но вы поймете, почему это важно Наверное, где-то в середине Может быть, даже и в начале поймете Прозорливые пацаны Сейчас расслабится, да, то есть такие сидим, типа, а, не важно Что-то там Саня базарит Ну, на Envato, и на Envato Ну, давай Главная же тема, тема тренда из 90-х Давай Конкретно у нас она звучала Тренды из 90-х, которые все еще можно встретить А здесь звучит так 13 ужасных веб-трендов из 90-х И как их воспроизвести Я причем вижу, да, terrible прям Прям terrible, да Никакой жалости Прям вот отвратительные Тогда вопрос, зачем их воспроизводить? А вот потому, что как бы тренды Они и есть тренды, это же прикольно Но вообще, потому что прикольно Кроме шуток Ну ладно А вообще еще потому, что вы поймете Давай Вы просто, да Вот дом некий Дом Хэнекен Как Хайникин Как Энакин, я думал А, слушай, ну да Ну, как-то у меня не возникла ассоциация Хотя казалось бы И мы, говорит, давайте вот Тренды посмотрим той эры Когда вот Какой-то вот термин вкус Ну-ка Был более буквально воспринят Чем сейчас Не знаю, к чему он это Тут ничего вкусного на самом деле не будет Но Безвкусное зато будет Первый у нас встречает гифка Welcome to my site Восклицательный знак И, говорит, некоторые интернет-тренды Мы решили о них не говорить Потому что Они вот прям Позорят нас Слушай, я даже не понимаю Что они здесь пытаются сказать Ты имеешь ввиду Делает он А стыдно мне Вот да Типа того Короче говоря Мы к тому времени Относимся просто как К девяностым Это международный термин Так сказать И О некоторых даже стыдно сказать Многие были и те Которые Хотели бы Хотелось бы нам Оставить, так сказать Мертвым Заживо Просто погребенным Заживо погребенным А некоторые Прям на полном серьезе Сейчас опять используются И непонятно Типа зачем Первое Встречать своих посетителей Приветствовать их Welcome to my site Здесь два восклицательных знака Здесь в скобках написано Что вот восклицательные знаки Имеют значение И вообще В девяностые В интернет В большинстве своих Каких-то Сайтов В большинстве своих проявлений Казался одной большой Чат комнаты И я на полном серьезе Еще Может быть в 2001 Может быть в 2002 Сидел в чат-румах В интернете Через модем Кроватка Что ли кроватка Ну вот какая-то была А ты классический По мне Приводить пример Чат у Юки на диване Да Я не знаю Смотрит ли нас Юка вообще Это очевидно Это дама была Администраторша И она почти всегда Реально отвечала Может быть за нее Уже толстые потные Дядьки какие-то Это делали Может быть она Она сама уже толстая Тоже может быть Потому что Если ты была Администраторшей Сайта в 2001 То возможно Классическим идеалам Красоты Ты вряд ли отвечала Но неважно Там было прикольно Реально И я тоже не знаю Если честно Как это работает Я просто сейчас уже Не помню То есть Как там обновлялось Это все Там надо было Рефрешить Я не помню Реально Вот у меня сейчас Просто возник этот вопрос И я сомневаюсь Что там Node.js сервачок-то Крутился Асинхронный Под капотом Не ну как-то же Допустим Приложение Мирки Как-то обновляло Каждую секунду Но приложение Мирки Это все-таки приложение Экзэшник А вот в браузере Как это происходило Одному богу известно Я не помню Напишите вообще В комментариях Про чат румы Того времени Вообще Пишите нам комментарии На ютубе Их так приятно читать На них так приятно отвечать Что на этой неделе Я даже и не отвечал Еще на комментариях К предыдущему подкасту Ну и правильно Согласен Напишите Мы их обсуждаем Живо очень с Никитой В кулуарах Ну кстати да Да даже с Саньком Мы их обсуждаем Я каждый раз Каждого посылаю Вот веб-дизайнер-ньюс Мне пишет Прямо в эфир На данный момент Без него бы не было Нашего подкаста Я напоминаю Поэтому Да Даже звук выключу Чтобы он Не докучал Ну и что Сейчас наверняка Сейчас все подумают Что это им письмо пришло Давай приветствие Допустим Так Да И в принципе Имело это значение Потому что раньше Не было ни Гугла Ни Яндекса И на сайты попадали Реально написав адрес В адресной строке Это совсем давно было Вот И говорит Тогда Чтобы подтвердить Что ты реально попал Туда куда хотел Надо было поприветствовать Поприветствовать вас На сайте Модных диванов 98 3000 Сочи И вот Почему-то Казалось бы Что это нужно Причем Чем больше Ярче Так сказать Был знак приветствия Тем Баче Я именно это слово Использую Из тех же Примерных времен И На самом деле Вот Сейчас Наверное Не так это важно Сейчас люди уже приходят За контентом Если они По первой ссылке Из гугл Попали на ваш сайт Значит Скорее всего Вы и есть Тот самый сайт И нет смысла Никого приветствовать Особенно С учетом того Что приветствие Обычно было Типа в заголовках Да там H1 Сейчас с точки зрения SEO Лучше этим пространством Воспользоваться Как-то по назначению Но Например Например На данный момент У The Verge Есть некие приветствия Типа там Give us your blood Вот зачем это Я не понимаю Вот что Я как бы тоже Я причем зашел На The Verge Только что В прямом эфире На theverge.com И здесь уже меняется Здесь All that twitters Is not gold То есть у них что-то круто Причем у них как-то все По 90-м выглядит Они как-то стильные Я на данный момент Перехожу по ссылке тоже Да У них такое все неоновое All that twitters Is not gold Что К чему То есть это какие-то Их внутренние мемы Или может быть Нет Я тебе больше скажу Это так-то ссылка на новость Может быть они старые Ааа Причем именно на ту На которую Вот первая здесь сверху Офигеть Именно на нее Только Причем она чуть-чуть искаженная Она А ну она без ввв просто Ну не С HTTPS Ну не важно В общем Ну а тогда какое-то и приветствие Это не приветствие Я вижу дальше Вот следующая ссылка После The Verge Про outline The outline Какой-то ресурс Да Там это более явно Все указано Welcome to the outline Welcome to San Andreas Вот сразу хочется И кстати говоря Я это не вижу У них сейчас В данный момент Но видимо когда-то было Сейчас я перейду Давай Ссылки тоже Чтобы наши Уважаемые зрители могли Я думаю что О здесь уже у меня Хиллари с эскейп Полный Партова Трампа Комик Может быть ниже будет Нет Здесь у них Они уже не приветствуют Они уже сразу прям Хиллари Бу-бу Ну вот такие сайты Как The Verge И The Outline Там сидят конечно Сильные дизайнеры Но это все-таки сайты Какие-то такие Новостные Кипстерско-контентные Что ли То есть они ничего не продают Это не магазины И здесь вот дизайны Конечно На них смотреть Я считаю Что Не стоит приветствие хоронить На мой взгляд Вот Если это Какой-то Личный кабинет То в углу Показать Что ты залогинен Привет Такой-то юзерней Это прям Не западло вообще Что касается Даже каких-то Сайтов с услугами Например Сайта База отдыха Я считаю Очень приемлемо Написать Добро пожаловать На базу отдыха Такую-то Просто потому что Контингент Например база отдыха Это 40 плюс 35 плюс 40 на озерах Например Челябинской области Им важно Чтобы был вот этот сервис Да Они на самом деле Не видят в этом Ничего предрассудительного И это Добрый тон Это вежливо Как бы сказать Типа Уже обнимаешь Своих клиентов И говоришь о том Что добро пожаловать Мы вам здесь рады Цены у нас на самом деле Не сильно высокие Попробуйте Ну ладно Окей Следующий тренд Sign up to my thing Or else Это Ну Подпишись на рассылку Там На книги На всякую хрень И так далее Всплывающие окна И на полном сервисе В 90-е Видимо Это все еще Было интересно Людям И когда такое всплывало Они с удовольствием Вау Можно подписаться На что-то В тот момент еще Почтовые ящики Электронные Не были заспамлены Всяким говном С всеми этими рассылками Бесконечными Которые приходят Там от хабар-хабар От гиг таймс От вебизайна Ньюс Не дай бог Это ежедневные Вот это вот Рассортировки Это я вот уже прочитал Это я потом прочитаю Это я даже читать не буду Это спам Это удалить Это отпишусь Это подпишусь Вот этого всего Не было Еще тогда И это было реально интересно Потому что тебе Одно письмо в день Дай бог Приходило И то Которое ты сам себе Отправил Тест Вот тогда Подписываться На ньюслеттер От какого-то там Я не знаю От кого это Что там На скриншоте у нас Вот Join the news Right now And get these two free e-books Что-то мне подсказывает Кстати что Amazon Он тут дальше будет Еще про него И Я хочу сказать Что мне кажется На многих Американских сайтах Которые все еще С 90-х не обновлялись Такая штука всплывает Вот какие-нибудь Даже не на 90-х Такая штука реально Даже чуть не на Smashing Magazine Всплывает Ну на Smashing Magazine Конечно Smashing Magazine Там ладно Другие пацаны сидят Но я имею ввиду Что вот Если ты зайдешь На какие-нибудь Гитары из Аляски Покупать Да То там наверняка Предложат Чувак подпишись И они будут Вот раз в неделю Хреновину свою присылать Что просто у них там Sale Да Да Наверняка Они именно этим инструментом Пользуются Так же как тогда Я правда Возможно у них Некоторых в сайтбаре Как у нас Это все Тоже там Типа Подпишись на нас Получи Да Это не обязательно Что-то противно В принципе Если бы я жил на Аляске Согласен И хотел бы покупать гитары Я бы был бы рад Если бы мне присылали Ну понимаешь Они не злоупотребляют Эти люди Они реально раз в неделю Полезную информацию Тебе присылают Что у нас стряслось Что произошло Там Что такое А смешан магазин Как думаешь Да я тебе вот сегодня Про их ньюслеттер Рассказывал Что все хуже и хуже Становится Согласен Позор просто какой-то Вот невозможно Теперь мы Начинаем подозревать Почему именно на блоге Envato это все Потому что нам говорят Что А вот хотите Если чтобы у вас были Со вкусом такие Эти Вот на CodeCanyon И купите дерьмо Опа Ну это классика И так теперь Под каждым трендом Будет к сожалению Pages under construction Это типа Вот вы заходите на сайт И вам говорят А сайт в разработке Или там Новая версия сайта В разработке Подождите Придите сюда Через неделю Или подпишите На Facebook Или Twitter Для того чтобы узнать новости А почему это Из 90-х тренд Это же как бы Считает автор Что Вот если делаешь Редизайн Ты делай его Втихаря Пусть у тебя Всегда работает Твой основной Например сайт Я могу Знаешь почему С ним немножко Поспорить сразу же Я кстати тоже хотел Но давай ты Я со своей точки зрения У нас же гей фарш Со своей колокольни Конечно Просто Дело в том Что многие люди Многие компании Любят хайпить Как там твой колокольник Как там твой колокольник Ну к слову Многие компании Любят хайпить Короче Свои продукты С помощью Вот такой заглухи Они делают заглушку Какой-нибудь Знаешь Чуваки Которые хотят Какую-нибудь RPG Старую В старом стиле Выпустить Такую Из визометрии Да Какое-нибудь дерьмо Типа Пленскейпа Они сделают Даже какой-нибудь Квест Например С элементами Ролевухи Они возьмут Короче Понимаешь Это же игры Типа для умненьких Пацанов Они сделают Какой-нибудь там Сайт Который будет Фразой Из их первой части Чтобы вторую Анонсировать Вот это будет фразочка Да И в ней прям будет Вот отсчитано 23 дня И гоу И ты все И ты сидишь Ня-ня-ня И у тебя вот такая Заглушечка есть И ты ждешь Это именно новый проект И там сразу заглушечка И это элемент Именно работы с комьюнити А в данном случае Говорят о том We'll be back soon Типа вот был у нас сайт А сейчас мы редизайним И скоро вернемся Нахрена ты вообще Закрывал свой сайт Чего бы он не работал А ты бы в фоне не менял А если ты сломал его Ну если ты сломал Это другой разговор Но здесь-то говорится О реально О компетентных вопросах Когда что вот Будет туда-сюда Ну ладно Ну Игорь Если вы уже хотите То вот у нас 30 лучших Coming Summen Unreconstruction Шаблончиков здесь А мне интересно Как ты хотел поспорить С автором Я хотел поспорить В твоем стиле Что Если в рамках Какого-то проекта Допустим Uwebdesign.ru И мы делаем Условный Uwebdesign.ru Slash pancakes В которых анонсируем Что у нас будет серия роликов В том как печь блинчики Слушай Хорошая идея Это Лендинг Тире Coming Soon То есть ты туда заходишь Там говорится У нас будет суперновый проект Стримы про блинчики Кстати неплохая была бы Первопредельская шутка Но этим надо заниматься К сожалению Поэтому да И там будет У тебя год еще есть У тебя год еще есть Обратный Согласен Забудут как раз уже Хотя у нас От подкаста к подкасту Все спрашивают А что кстати Как у вас там Где за орега Кто из вас Никита А кто из вас Саня А я вас по-другому Представлял Че вы там мямлите Говно какое-то Дерьмо и насрать Вообще Вот И Ты одновременно Ты не весь сайт закрыл А у тебя Посадочность Ну то что ты говоришь Работа с комьюнити Я просто хотел Как-то на Youwebdesign.ru Перетянуть Мне понравилось Ты перетянул на Вебдизайн Я как бы все еще Гей фарш А ты Пошел Дальше Да А вообще Прям Youwebdesign.ru Слэш донейт Там нормальный лендинг Такой under construction Там все работает Нормасик Следующая Это бегущая строка Марку E scrolling text Все мы это видели Все мы это делали Все мы это знаем Когда я еще изучал HTML в школе Использовал Эти бегущие строки Прям вообще От души Ну Я даже не знаю Что здесь добавить Добавить здесь то Что на CodeCanyon Можно Посмотреть Ну ладно Причем Что характерно Добавить здесь Нужно то Что вообще Бегущая строка По Usability Придумано Для того Чтобы Срочные новости Что breaking news Вот смотришь ты Свой любимый выпуск Шоу Опры В четверг Вечером А я думаю Именно в четверг Вечером Будут слушать Наш подкаст В основном Потому что Мы в среду Его записываем В четверг Будет И Внезапно Внизу Бегущая строка В вашем регионе В Нью-Гэмпшире Будет Сегодня Супер До свидос Штормовое Предупреждение Закройте Окна Двери Собаку Запустите К себе В сене Видал я В рифму А что сказал Ну понимаешь То есть Ладно Хорошо Давай не будем Ну что не будем Давай будем Нет Давай Прямо здесь будем Сейчас Да я хотел сейчас углубляться То есть Это ну вот Кем это Мы можем углубиться У нас всего-то еще 43 минуты прошло Кем это строка То есть Дана Дана это локальными новостями А ты сможешь Опру Винфри по федеральному каналу Неважно Все федеральные каналы Проходят через локальную башню Почему у нас до сих пор с тобой Первый канал не в HD идет На первой кнопке Потому что все через сраную Телебашню челябинскую идет Для чего Для того чтобы Вклинить как минимум Локальную рекламу Между Давай поженимся Третьей и четвертой части Потому что там Какие-нибудь меха мира Мехомания на Не Я даже не об этом Я о том что А можно ли отменить эту рекламу Отменить эту бегущую строку И вставить например Быстрый такой выпуск новостей Срочный Выпуском Выпуг только Можно новостей Ну то есть Если это реально страшное дерьмо Согласен Я думаю Это вот По крайней мере в Америке Я в кино видел что так делают Мы прерываем Там вещание Брэкеннюс Там да Но это прям реально Если булыжник твою мать На твой дом летит Метеорит Как у нас уже было Хотя что-то не прервали У нас ничего Выпуском новостей Просто строчечку нижнюю Пустили что-то Типа метеориты Вот да Ну нет кроме шуток Вот бегущие строки Такие я реально видел Вот на СТС Это я тоже Я постоянно вижу Все еще пользуюсь Нет Понимаешь Ты видишь Там обычно В них уже Злоупотребляют К сожалению И мехамира Опять же рекламируют И мехоманию Я еще вижу иногда Дублирующие новости То есть для глухонемых Да-да-да Тоже видел Нет Почему А ну хотя Ну глухонемые Слышат Твою мать Им не надо дублировать Они же глухие Как они слышат Ааа Общает Сто пудов Простите глухонемые Если вы нас слушаете Мы вас реально уважаем Вы молодцы Ну смешно Смешно Если вы нас слушаете Ладно Давай дальше Говно Анимейтед гифс Я вижу Что там смешные Анимейтед гифсы Там гифки Кстати Вот ты гифку Этого младенца Видел или нет Нет Я сейчас скачаю себе Потому что Очень классная гифка Я ее видел В девяносто Вот не соврает Шестом Седьмом Еще из Доса Запускал Твою мать А что ты Зачем ее запускал Ну Угачака Она называлась Я не знаю Точка Ави Или точка что Тогда было вообще И там было именно Угачака Угачака Угал И вот этот чувак Танцевал Короткий ролик Буквально секунд на сорок Но я его реально В конце девяностых Смотрел То есть я подтверждаю Предлагаю в конце Подкаста Включить этот трек Я даже не знаю Куда себе Напоминалку записать Но я подмонтирую Почему бы и нет Нас забанят на Ютьюбе Ну и похрен Не получим свои два доллара Кстати Ютьюб в России Реально по-моему Приостановил выплаты Не приходит Нам как раз В двадцатых числах Обычная выплата То есть это опять же Блог проебеднения Ювебдизайн Мы не получаем Деньги за подкасты Вообще как обычно Как всегда Да Поэтому Ювебдизайн.ру Слэш донейт Мы ждем ваших Я не вижу ваших рук Ну и что Анимейтед гифс Хочешь сказать Что раньше Это использовалось Прямо как элемент стиля Элемент дизайна Раньше прям этим Заспамливали До свидания Просто чтобы привлечь внимание Если ты заходишь И много гифок То тебе прикольно И ты остаешься Подольше на этом сайте Вот такая тема Раньше была А сейчас что Гифки не заспамливаются Вот они говорят Сейчас гифки осмысленные Это шутеечки А раньше просто Чем ярче и бредовее Тем лучше Ну вот то есть Здесь Вот все три гифки Которые здесь представлены Кружущаяся земля Младенец И фейерверк Они не смешные Они вообще Не несут никакого смысла Но они яркие Они приковывают взгляд Вот видишь Ты даже захотел Скачать себе ее В смысле захотел Я скачал уже Вот да Все конец Я к тому что Они были реально Бессмысленные и бредовые The gift maker Можно скачать на CodeCanyon Он здесь нам говорит Не устает После каждого пункта Нам говорить о том Что у них на Envato Продается всякое Блин так много Этих трендов Давай пойдем Как нибудь по ним Прям сильно Как по головам Да они интересные Ты че Ну давай Stock images Стоковые изображения И в 90 Видимо Именно злоупотребляли Прямо вот по жесткой Прямо вот те самые Где просто руки жмут И тетка с папкой стоит Такая типа она юрист Или там я не знаю кто Брокер Или риэлтор А зачем здесь подписано Еще что это Еще и в таком стиле Типа ЛГБТ Ну я не знаю Почему именно ЛГБТ А возможно просто Ну отсылка Каким-нибудь метаморфозам Из 98 винды Заставки Где реально Такие же кислотных цветов Дерьмо было Но вообще Ну вот Уже видимо усугубляют Что вот это вот The handshake Это the business shake Это the done deal Ну это как на руке Себе сделать татуировку Arm Arm это автоматизированное Рабочее место Это на жопе себе надо сделать Automated Хотя нет По-английски Это ничего не значит Я думаю Может быть значит Рука Но да Flash Большое количество флэша Я думаю ни у кого не вызывает Вопросов У всех оторопь Вот этих сайтов На которые заходишь И просто в одном уголке Установить флэш плеер Хотя тогда он еще Наверное везде и был Я вот у себя Деинсталлировал На компьютере его С корнем Да Причем на всех Даже на рабочем Даже вот в Эйджи Который Ты на работе что ли Не играешь в браузерки Слушай Я на работе В досовские игры Играю Просто если есть время А его как правило Нет Flash Слишком много текста И здесь Внимание Это шок И сенсация Была лично для меня Я с Никитой уже поделился Amazon.com Начинал с того Что только книгами торговал Кто бы мать твою Мог подумать Заного Подожди ты что хочешь сказать Это в каком пункте Ты вообще А Тумач текст Вот это скриншот Сайта Amazon И у них реально Вот такой был сайт На сером фоне Помнишь нам как-то Говорили о том Что нужно Почему Мы с тобой рассуждали Практически там Где-то увидели Сниппет какой-то Типа Body Background color white Но Мы такие Твою мать Зачем Обнулять на белый Если он и так белый И нам кажется Юрий Баранов Или Баронов Старясики Он нам причем жертвовал И вообще он крутой чувак По-моему Баранов Так Что ты смеешься Как будто я сказал Там Очков какой-то Или Писюнов Юрий Писюнов Ты уже каждый раз Путаешь А Да И мы каждый раз Не можем с тобой Понять кто Ну подсмотри Пока я рассказываю Чтоб мы как-то Ну человек не обижался На нас Мы Мы хорошие Просто вот Вас много А мы одни Я по учителям Начну говорить Сейчас просто уже бред И да Я не буду его смотреть Пусть еще раз задонатит Я запомню Согласен Ладно Будем раскидываться Лояльными людьми Вот здесь серый фон Возможно Именно в ту эпоху Это и началось Что если вы хотите Белый сайт Но реально серый Он нам просто написал Об этом Чуваки Вы-то и не знали А вот раньше Было серое дерьмо Вы-то еще тогда И не ходивали В интернете У меня еще были Такие же младенцы Как на гифке чувак Когда это было Угачака Вот да И на Amazon Видимо тоже было серое Они не обнулили на белый И у них уже тогда был Earth's biggest bookstore Ага То есть вот тогда Вот эти дикие 90 Реально у них там Копцом Every day So please come often И у них реально Уже тогда был One million titles И самый большой Онлайн магазин Возможно единственный Книжный на тот момент Барнсон Нооблс Еще не развились И это мне косвенно Отвечает на вопрос Почему они занялись Kindle Продажами книг Электронных Потому что Твою мать Это их тема Это всегда было Их темой Вот у меня прям Сегодня синапсы новые Образовались Между нейрончиками моими Один нейрончик про Amazon Был Один про 90 А третий про Юрия Баранова Теперь они соединились В одно В нейронную сеть Целую Теперь Слава Абрамов Будет меня как роботов Бояться просто И все Так Ну дальше чем Ну я не могу Мне надо поднять Какой-то переходничок Какой-то Это зарядник Как бы мой Для телефона Я его уронил Я пока скажу Что я вот Мне не явилось Это каким-то открытием То есть я Если Вот ты мне сказал Я абсолютно не удивился Что Amazon Это первые чуваки Ну не первые А крупные чуваки Которые начинали с книг Абсолютно никак не удивился Вообще Я пытаюсь тянуть время Потому что ты поднимаешь Переходничочек Помнишь То ли Цезарь То ли кто-то Говорил что он первый Среди равных Ну Вот Amazon Возможно были тогда Первыми среди равных Хорошо Но вообще У нас пункт Назывался Too much text Слишком много текста Это полный отстой И действительно Видно что Too much text На старом Амазоне Да Но вот они здесь сказали Не они А он Автор Баб Если мне память не изменяет Что А вот на медиуме Много текста Но вот он круто расположен Как-то вот Дышит Опять же Много пространства И вот все хорошо Ну и опять же Такие-то шаблончики На Тим Форесте Можно посмотреть с текстом Бла-бла-бла Что ты каждый раз Считаешь его Ну я хочу Он заплатил мне Просто я с тобой Не поделился Поэтому ты злишься Не поделился Вот ты и бесишься Ну давай Ладно Давай дальше Дальше у нас новый раритет Обратите внимание Welcome to Pizza Hut Что реально Pizza Hut Это видимо их такой сайт PizzaHut.com Обратите внимание А кого хрена здесь вообще есть В чем это открыто Я не знаю NCSA Mosaic for MS Windows В каком-то редакторе Может быть Ну вообще-то Слушай Выглядит как браузер Все-таки Но не знаю Может быть это Какой-то HTML редактор Тех времен Нам возможно Опять кто-то пояснит В комментариях Я прям расцелую Этого человека Заочно Это наверное тот самый браузер Который был до Интернет-эксплорера Как он? Недскейп? Да Ну нет Ну похоже Загули пока NCSA Mosaic Они нам точно не задонатят Поэтому придется Все-таки про них поискать Блин Так вот Обводочки Так скажем О выпуклости И в пуклости Вот такой тренд Ну и здесь естественно У всех кнопочек Есть обводочки Они такие типа Объемные На нас Смотрят Выпукают Слушай Ну NCSA Mosaic Это первый веб-браузер Под операционную систему Microsoft Windows С графическим интерфейсом Пользователя Исходный код мозаик Лег в основу Netscape Навигатор Internet Explorer То есть это еще старее Чем Netscape Вау Возможно Юрий Баранов На нем еще программировал Ладно все Эмбосс Это то что В глубину В давленность Так скажем Она является обратной Для вот этих выпуклостей И на самом деле Хоть на это и подбыдливость Что тренд из 90-х Я до сих пор считаю Это чуть ли не эталонным дерьмом Че? И даже недавно нам Ник Бабич Рассказывал о том Как использовать тени И градиенты Для создания выпуклостей И впуклостей И о том Что это юзабилити Это может быть Не юзер экспириенс Шишак у нас Не привстает От этих рамочек Конечно Рамочки Выглядят по 90-х Но интуитивно Понятно Просто Это с видос Я не могу Прям вот Очень круто И сайт И пиццехат Конечно Мое почтение Сразу Name Address Через интернет Можно было пиццу Уже тогда заказывать Ты представляешь Насколько они гениальны Насколько понятно Почему это топовая сеть Ну да Уже тогда Уже вот НССА Вот Уже тогда Можно было заказывать Просто охренеть Эскивоморфизм полный Вот так Это Причем здесь можно Не буду говорить Что можно купить Ладно Но контент Just adds Большое количество Рекламных баннеров Сразу Линк Карс Вспоминает Я напоминаю Нам кто-то сказал Что Линк Это девушка Вот Видимо в 90-х Говорит Можно было зарабатывать Просто кучу баннеров Положив на сайт И взяв бабок С тех Кто Ну Это выглядит просто Как газета Вот Знаешь Обычная рекламная газета Ну бесплатная Которая приносит В почтовые ящички И Я думаю Так и зарабатывали Просто Слушай Мы на сайт Объявляем Да Возьми мои 10 тысяч долларов В день И здесь удобнее Да выпей чаю Ты можешь нажать На любой товар И перейти По ссылочке наверняка Ну да Дай бог Эти баннеры Были все-таки Со ссылками И тогда Ну как бы Ну баннеры и баннеры Они хотя бы были Просто картинками Они как сейчас Куча тонн Джаваскрипта Загружаются Отслеживают Тебя в попу Тебя смотрят Дуют Понимаешь Пока ты будешь Грузить все эти картинки У тебя лучше Уж Джаваскрипт Подгрузится Да Я поспорил с тобой Тогда такие Шикарные картинки Были Я понимаю Что там Dial App Вот именно Там Dial App HitCounter Следующее Это количество Посещений Вот это классно И Во-первых Это классно Во-вторых Я прямо сейчас Вспомнил Что вот Ну То ощущение Когда я заходил И там на форумах Реально было написано Типа Сегодня уже Ну там В данный момент Онлайн столько А сегодня на форуме Было там Столько Да Да В этот раздел Посещали 30 человек Вот Сидят в нем 30 человек Это до сих пор Кстати используется На реддите То есть там видно Сколько в разделе На субреддите сидит Вау Это круто Можно политься То есть если ты заходишь На порно Как полиция Да И там Что-то сидит Ну не Ну там Количество Или ты можешь на количество Нажать там в синей ники Не Не можешь Не можешь Ну тогда это не палево Это так Шалости детские Только администраторы Реддита это знают Да И не продают Никому эти данные Хотя может быть и продают Так вот На самом деле HitCounter Если их не показывают людям А просто Засчитывать просмотры Для своей какой-то аналитики Это не так-то и плохо Опять же Поспорить хотел бы с ним Здесь в этой ситуации Ну смотри Какая классная здесь Какой здесь классный пример You are visitor Первый Всегда первый Да Это прям круто Следующий Guest books Гостевые комнаты Гостевые комнаты Это что-то вроде форумов Только с отложенным Каким-то зажиганием Я так понимаю Типа при модерации Ну это как в техподдержку написать Ну нет Это же отображается у всех Потом как ленты комментариев Я так понимаю Ну ладно То есть как Ну Ну насрать Не знаю Не важно В общем Гестбуки были реально Очень популярны в 90-х И вот прям Именно когда Вот это вот было Вот Моя страничка в интернете Вот И там именно должен быть Раздел гостевая книга Чтобы тебе могли написать Слушай Сара А вот как ты готовишь Такие вкусные там Капкейки Опять же Джон в восторге Возможно Джон от другого Чего-то Сара был в восторге Но не важно Капкейки Дальше у нас идут Анимированные курсоры И я очень редко И я их сейчас вижу Но автор статьи нам говорит Что в принципе Бывает еще такое И Я не могу сказать Что это плохо Это опять же Это шарм Это прикольно Мне это столько Ностальгических Эмоций вызывает Вот эти Курсоры динозаврики В 98 венде Может быть в XP Я не помню В браузере Это конечно Не очень уместно Но опять же Если это какая-нибудь Сайт World of Warcraft То почему бы На десктопе Не сделать перчаточку Латную Или может быть Все-таки руку орка Давай-ка будем Все-таки Согласен Я-то должен был Как никто Сказать Что руку орка Но почему Я подстроился Под наших подписчиков Наверняка Они все альянсовые Деревья Да Ну понимаешь В чем дело Ну-ка Я вот и хотел Как раз Привести пример Из Warcraft Что там-то Меняется Курсор Ну как бы Во многих играх Меняется курсор Это ни для кого Не секрет Но Там мне почему-то Первое Еще в Warcraft Втором Наверное И в первом Менялся Курсор И будет реально Круто Умно И так далее Ну это будет Хипстерский сайт На котором не будет Ничего продаваться Это будет Какая-нибудь там Хреновина Вот согласись Это не будет Amazon Это не будет Мейнстрим Стопудово Но это не помешает Нам сказать Вау Мы с тобой И не мейнстримовые Пользователи Мы с тобой Пошли дальше По Филу Шиллеру И кстати Надо тогда Идти дальше Наконец-то Это закончили А почему с Envato Ты же что-то говорил Envato В смысле Что он пиарит Просто каждый раз Это ты пиарил Ты больше всего читал Да Ну давай тогда Дальше Дальше Фронтендер нам Прокомментировал Еще 21 числа Давно это было Великая история UX И эту тему На самом деле Можно было более подробно Обозревать Чем предыдущую Но не повезло Люсия Зе Уанг А почему не повезло-то? Потому что уже час прошел А дизайн не заканчивается Хотя у нас сегодня Ты сам же говорил Что типа Давай сидеть на дизайне На прошлой теме Я понял Но Или ты это Нет Я просто вспомню Какие у нас темы дальше Можно и посидеть А то подкаст будет Полтора часа просто Да не будет Ну ты как-нибудь давай И чтобы фронтендера Не обидеть И чтобы Люсию Званг тоже И чтобы нас не обидеть Не получится Эти три переменные Никак в одном уровне Ну давай Кого тогда обидим Сразу Не имеет решения Сразу решим Давай фронтендер Ну ладно Мы просто Не будем говорить Что она тут Что-то гениальное Написала Какая-то хрень Посредственная Но из уважения К фронтендеру Ты же говорил Классно Я по шутке шучу Факта конечно классная А его первого унизима Что говорит Дизайн тэнкинг В общем она говорит о том Что уже даже просто User experience design Это вот больше чем просто дисциплина Уже надо именно Дизайн тэнкинг делать Думать Может олимпиаду уже проводить По нему Да Возможно в книге рекордов Гиннеса Уже по дизайну записывать Я вот не уверен Есть какие-то Ну там наверное так Какие-нибудь дебильные Количественные вещи Типа там какой-нибудь чувак Задизайнил там 100 тысяч макетов За одну ночь Там не спал Не срал А Джонни Айву Может быть дать Уже все Он уже не на пике А темию Лебедеву Может быть А это можно Это согласен Почему бы и нет За Air Max Так вот Дизайн тэнкинг Теперь человек гуглят Больше чем User experience design И на самом деле Это возвращает нас Назад в прошлое О том что Вообще там Должно были Давным-давно уже Думать дизайн И в зависимости От этого Рассмотреть Несколько вещей Которые нам навсегда Вообще изменили Experience design И она говорит Вообще это Можно сказать Что было Чуть ли не до нашей эры Когда еще пещерные люди Рисовали пиктограммки Какие-то Уже тогда был User experience design То есть они Понимали Какие эмоции Эти пиктограммы Вызовывают У других пещерных людей Агрессию Или там Какое-то Сексуальное влечение Возможно Я не знаю Какие еще эмоции Бывают кроме агрессии Сексуального влечения Я больше Слушай не знаю Я такую Агрессию знал А ты еще и Сексуальное влечение Вот да Ну кейвмены Я думаю Знали еще несколько Это мы уже Деградировали С их времени А они-то Крутые были К 15 веку Идем И понимаем Что Йоханнес Гутенберг Ой я вижу его Да там он Нет там Какой-то старик Сраный Так это он Наверное и есть Твою мать Он был в 15 веке Он придумал Пишущую машинку Движущуюся Именно Может Сыну Хотя бы Слушай Правнук Наверное Раньше был Бумажный пресс Чтобы вы понимали И как раз В ролике Чувак показывает Как раньше печатали Делали Большой Металлические штуки Прям с текстом Уже сразу С готовым Целый абзац Твою мать Сильно прислоняли Сильно прислоняли И все Было отпечатано То есть звук Я здесь отключил Давайте посмотрим На второй минуте Он уже Лист Сует Туда в пресс Там просто Там реально пресс Как ткацкий станок Такой весь деревянный Достаточно массивный Почему пресс Потому что реально Большой вес Вот он прижимает Прям двумя руками Хреначит А ты в детстве Прикалывался Кстати Через копирку писал Прикалывался Я просто писал Ну в смысле что Это хреновина Она нужна нам знаешь В двух случаях Если ты в ГАИ Заполняешь форму Да нет Мне много квитанций В ателье Постоянно через копирку делают Например до сих пор Ну это вот Олдскул Причем копирки Тренды из 90-х Продолжаются Копирки на самом деле Они Мне кажется Из 50-х Про это Заканчиваются Ну то есть там вот это вот Вещество копировано Ты имеешь в красную книгу Попадают Нет Я имею ввиду Что их менять надо Периодически А ну да Они заканчиваются Задрачиваются Я так тогда тебе скажу И понятными для тебя словами Вот сейчас да Чувак в данном случае Нам показал Как запрессал Пресс У него пресс у самого Есть интересно Я думаю все еще есть Он сухой такой Что прям да И вот так вот Йоханнес Гутенберг Он изобрел Движущееся письмо В том смысле Что мы печатаем И хреновинка Сдвигает бумажечку И это прям до свидос Понятно И хорошо Для людей Это был По мнению Люсии Первый шаг Навстречу User Experience Design То что Предназначено было Для того чтобы люди Людям было проще И они более эффективно Выполняли Какие-то свои функции Human Centric Design Вот если угодно Так вот После этого Уже появился Телефон Например Двунаправленный И Двунаправленный телефон Он вообще перевернул все Если посмотреть На наши iPhones Или другие Смартфон Принцип то тот же Говорим в одну дырку Слушаем и с другой А ты можешь пояснить Почему здесь У каждой темки Под темки Написана Фирма Известная фирма Экстремальных Экстремальной одежды И обуви Сирка Не знаю Вопрос у меня Это тоже возник Но возможно На какой-нибудь латыни Это Since Ну да Скорее всего Давай Давай Есть у нас Такой ресурс Translate Google Хорошо ладно Нет Ну ты мне Дальше Продолжай Я Да Я вернулся К темке И Если мы Уйдем от этих Телефонов Всего этого Перейдем к перечислению Непосредственно Первое Изобретение Это Кверти Клавиатура То есть Не просто Движущаяся Пишущая машинка Хрен бы с ней А именно Кверти Раскладка Ее изобрел Кристофер Лэтем Шоулс Кристофер Кверти Его должен назвать Кристофер Ламберт Возможно Еще Его победить Не могли Еще В Горце Да И Это для того Было сделано Чтобы не Залипали Буковки Ну это все знают Давай сейчас Ты не будешь Рассказывать Ты знал Я знал Я не знал Ну в смысле Это специально же Кверти Они там Разнесены Далеко Так чтобы не было Двух рядом Сразу Да Мы же с тобой Это изучали Уже знаешь Как на уроках Мы же с тобой Это уже проходили Нет Не знал Ну давай тогда Смотри Ты тогда Как выступающий Который Для новичков Расскажешь Я невежда В данном случае Ну-ка И Вообще Пишут что Быстрее Еще печатает Вот так Расположены Буквки Например СТ Рядом Друг с другом Довольно Это частое сочетание Или TH Я в данном случае Смотрю на своей Клавиатуре На лаптоп Моем И там тоже Кверти клавиатура Как вы могли догадаться Представляешь себе Загравировать Раскладку дворока Просто на ноутбуке Ну это все будет Пожрать говна После этого Просто Когда у тебя Любой член семьи Любой товарищ Друг берет ноутбук И не понимает Что происходит И все И от тебя Отворачиваться Люди начнут Я думаю Из-за одной Этой раскладки Ты затворником После этого Останешь Но хотя бы Не веждаешь И не будешь После этого Так вот Кверти Эмпирически Выявили Что вот Печать Причем Сколько надо было За людьми Следить Чтобы вот Как-то Это все Понять Да Не абы как Сделали Не ABCD Короче Полный Дизайн В данном случае Был проявлен И вот здесь Есть постер 1873 года Что вот такая Впервые была Представлена Здесь грузики Даже были прикреплены Видимо для того Чтобы двигалось Это все нормально Да Какая-то Shoals and Glidden Machine Glidden Gluten Mutant Вообще Именно Эти грузики Мне напоминают Ходики Ну то есть Часы с кукушкой Вот эти классические И там грузики Они реально оттягивают Как боржомчик Чтобы ты Ну чтобы механизм переводить Да Чтобы во-первых Ну одна гирька Она сам ход Двигает То есть Часы пока идут Они гирьку Опускают вниз Тебе надо ее подтянуть Ну и то же самое Второе На бой И возможно Здесь тоже надо было Гирьки подтягивать На этой пишущей машинке Я не удивлюсь Да Второе Как это технология Вторая технология Это двунаправленный телефон Я уже сказал Около 1875 года Александр Грэйм Белл Ему обычно Это все Присваивают Но тут написано Что в принципе Идут споры О том Кто там Из двух изобрел Причем второго Даже не называют Видимо как раз Чтобы Иванов Чтобы Чтобы все эти споры Так или иначе Насегда прекратить И Вообще Изменило это Вообще Способы Взаимодействия Между людьми Я так понимаю Тогда только Телеграф Еще был И телеграф Он как бы Тоже Многонаправленный Так скажем По линиям Передавался Но Видимо Вот не было Это Real time Конечно А мы и так знаем Что это не было Real time Ну конечно Телефон Это просто скачок Я считаю Это прям Прыжок Голопный Такой Лошадиный Через барьер В виде барьера Я не знаю Что там Тяжести Того времени Было Да Потому что Телефон Хотя Наверное По тем же Проводам Что и Телеграф Передавался В какой-то момент Я не знаю Не знаком с технологией Но Здесь написано Что вот Вы только подумайте Телефон Как бы Вот тогда Уже был Вот опять же Что одна дырка Говорит Другая Слушать А все еще Так он и остался Принципиально Ничего не изменилось Кроме самого Канала связи А они что Хотели Чтобы все В одну дырку Шло Понятия Не имею Что они там Хотели Но возможно Чтобы Просто Чип Встроить Себе В мозг И общаться Телефон Скоро Встроим Да Спасибо Разрешил Третий Беспроводной Пульт управления Около 50-го года Изобрен Евгением Полеем Кто бы это Не был Блин Здесь на картиночке Классно Да Согласен Юджин Полей Чикаго Иллиной То есть Вот тот самый Который все теряют Жена Где мой пульт Причем Да Этот чувак Евгений Полей Умер в 2012 В возрасте 96 лет Инженеры Это смотрите Живут От того Что не смог Найти пульт Просто Он еще кроме этого Изобрел радар Пуш-баттон Кар-рейдио Которое Именно радио В машине Которое Нажимаешь одну Другие отжимаются То от чего Радио-баттон пошло Блин И видеодиски Он изобрел Я не знаю Какие из дисков Он что творит Он что-то все изобрел Понимаешь Здесь на картинке Очень классно Изображено Опять же Как Женщины переключают Видимо на телеке Что-то Да И здесь Пульт он Ствол Он во-первых Ствол Во-вторых У него как будто Реально Бим Луч Есть Я одного Не понимаю Это нам для Наглядности Нарисовали Типа что Надо направить Или реально Первые были Какие-то Световые Да Не Скорее Стоит для Наглядности Просто Я сомневаюсь Что инфракрасный Был порт Как сейчас На пультах Блютуз Был уже 4.1 Причем Который вышел Недавно Вот он тогда В 50-е Уже и был Ну слушай С точки зрения Так сказать Общего Цельного Прорыва Техники Наверное Ну их Пульт И пульт А с точки зрения Именно User Experience То о чем мы Здесь говорим О том насколько Приятнее становилось Пользоваться Техникой В тот момент Я думаю Все мужики Того времени Они оценили Они все в диванах Начали потерять Сразу Подушками Я тоже Хотел Это именно Сказать Что мужики Оценили И футбольчик Можно прям От души С пивасом Хотя тогда Еще черно-белые Вот эти телевизоры Лампы А уже Пульт Беспроводной Напишите В комментариях Какая Физическая Технология В основе Лежала Если говорить О семи уровневой Модели оси На физическом уровне Что там было Какой Вид радиосигнала Это нам бы Тесла сказал Вообще Я хотел У нас что нету Тесла там В комментариях Нету Мне кажется Не будет Никола Не смотрит Наш подкаст Он только Лофтблок Смотрит Я вообще Хотел сказать Попросить До научпопа Мы еще не дошли Но я бы очень хотел Видеть в научпопе Какую нибудь Тему про Теслу И про его достижения Предложите Что-нибудь хорошее Вдруг кто-то Вот может Прям Сходу На кончиках пальцев У него есть Какая-то крутая Тема про Теслу Идем дальше Мышка Доуг Энгель Барт Сделал А здесь уже Нет сирки Уже прям Сто пудов В 1964 Сохранились Записи По поводу Пульта Еще не сохранились 50-е Где-то как-то Что-то Вот Непонятно А здесь уже Стопудово Но Опять же Мы говорим Про экспириенс дизайн Мышка навсегда Перевернула Вообще то Как мы манипулируем Машинами И как они нами Манипулируют Да И несмотря на то Что прототип Который был создан В 1964 году Это просто кусок Дерева сраного С диском Каким-то Непонятным С кнопулечкой И с очень Жестким проводом Просто кусок Меди торчит За него взяться Наверное Если током Подергивал Чуть-чуть Такое Покалывание Как на язычке Да вряд ли Почему Да что ты Как-то Думаешь заизолировался Страшно Как ты рассказываешь Конечно Это же Genius наверное Или этот Microsoft Сразу уже Помнишь Мы с тобой выяснили Что они Эргономичное дерьмо Все еще делают Что касается Контроллеров Устройств ввода Вообще Не думаю Что стоит Останавливаться дальше На четвертом пункте Все мы понимаем Что вот рукой Водить Это прям Это святос достижения Конечно Ты вводишь рукой Я хотел сказать Что у нас подписчики Рукой вводят Постоянно Пятое Графический Пользовательский Интерфейс 1973 И далее То есть Тогда был Изобретен Дальше Модернизировался Все знают Что в 1973 Году Xerox Это у тебя Авокадо лежит Да Ладно Не манго К сожалению Авокадо Нынче не очень дорогие Может за полтосик Выхватить Поэтому да Xerox Представил Xerox Правильно говорится Xerox Знаешь Xerox Это какой-то Херох Херох Так вот Xerox Это злодей Какой-то Из Power Rangers Согласен Так вот Xerox Представили Первый графический Интерфейс Все мы знаем Историю о том Что у него потом Подрезали его Четненько Но они были первые Вот здесь есть Скриншот Конкретно Так и подрезали-то наши Всякие пацаны Типа макбуки Типа винду Виндовсы Ты что-то Что делаешь Что раскрываешь Секреты Да Уже тогда фолдеры были Файлы Ой фолдеры-то были Красиво выглядело Хоть и черно-белое И прям почти подчистую Слизано было Кстати Чтоб ты понимал Закрыть Close Было слева Это значит Как в макбуке Да Да Представь себе А была корзинка Я сейчас смотрю На рабочем столе Что-то не было Не Не было Корзинка с кремом Только была Ну Как в столовой Корзинка А Понял Какая корзинка Я думал Знаешь В поле чудес Корзинки с кремами Дарились Косметикой Как говно Вот мне Мы же на тему Девяностых настроились Я поэтому Как-то про поле чудес Ну ладно В общем Вот так вот Такая вот история У нас получилась Здесь нам Джулия Запилила Инфографику В самом конце Что-то было 867 Пишущая машинка С квартирой Клавиатуры 875 Телефон 950 Это пульт Беспроводной пульт 1964 Мышка 1973 Графический Пользовательский Интерфейс Ну Вот VR Попадет когда-нибудь Или нет Как ты думаешь Уже не попало Уже как бы VR Не первый день Существует А не попало Да не Ну во-первых Еще рано Говорить об этом Во-вторых Не попадет Люси Вонг Виднее Я с тобой Согласен Если у нее Не попало Значит нет Она с нами Прощается До следующей ее UX Статьи Мы будем Мы будем следить RSS Экватор 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 Нашего Подкаста Давай Я Ваш Ваш Я ваш Я ваш покорный Слуга Ну да И вас Уважаемые Подписчики Мы ждем После перерыва Пишите нам Пока комментарии Ставьте лайки Подписки Давай Увидимся Погнали Светские новости Господа Мы к ним пришли И мы так же быстро От них уйдем Сейчас Что пришли Говна нашли Ты не жил В перерыве Саня заварил нам Кофеянского Чтобы мы вообще Понимали Как жизнь строится Потому что на самом деле Когда мы подходили Уже к этому перерыву К этому тайм-ауту Нам нужен был Кофе-брейк Что называется Потому что надо было Взбодриться Надо было Как-то что-то Силушки богатырские Покидали немного Наши тела А в светских новостях Такие легенькие темы Как вы любите Как я люблю Как Как вот Прямо наше поколение Любит И первая тема Она с Apple.com Environment Грит Окружающая среда Я причем Специально перезагрузил Чтобы наши подписчики Могли увидеть Что заштриховывается Яблочко Извини Я у тебя украл Не на самом деле Я про это хотел сказать Ты не украл Ты просто подвел К этому Что на этой странице Наблюдайте конкретно Анимации То есть здесь очень Классные анимации Если вы слушаете Просто потом зайдите На Apple.com Environment И как всегда Эппл гениальны В своих вот этих вот Лэндухах Когда они делают Все без флэша Но все очень красиво Все очень стильно И технологично Кстати О Apple И Каминг Сун Когда у них Анонсирована дата Крайней презентации За месяц Примерно до нее И там есть Небольшой лендинг Типа там 20 июня На первом канале Дмитрий Нагиев Кстати есть Кстати есть А еще они Очень часто делают Мэнтенанс Когда идет конференция После конференции Apple Они закрывают Закрывают магазин И В стори я буду Да Они меняют там товары Добавляют Наверняка у них Все уже готово За месяц до этого Просто нужно это сделать Чтобы все проверить Оттестить И уже в бой выкатить Да Я больше чем уверен У них возможно Там все еще На каком-нибудь Аксессии данных Крутится В dbf файлах Да Лежит И поэтому Надо прям затушить Все Чтобы не дай бог Кто-нибудь Не влез в этот момент И не порушил Всю базу данных Ты мне скажи Ты откуда взял Вот этот вот Environment Страничку Объясни мне Слишком провокационный Вопрос С веб-дизайном Ньюс То есть в принципе Это какое-то Вот недавно Они недавно Это сделали Это все Короче на этой статье В этой вот Ну какая статья Ну вот на этой ландухе Про окружающую среду Я не знаю Почему они раньше Ее не сделали Да Но всегда Всегда мы знаем Что Apple Заботится Об окружающей Каждая крупная компания Заботится об окружающей среде И бравирует этим Бравирует Даже какой-нибудь Леонардо Ди Каприо Вот Если вы допустим На его инстаграм Подпишетесь Вы не увидите Лица Ди Каприо Ни разу Кроме вот Когда он Оскар получил То есть я давно Достаточно подписан На Ди Каприо В инстаграме Но все Что у него есть Я не знал Все что у него есть Это фотографии китов Я напоминаю Он представитель При ООН По поводу там Африки Как раз защиты Вот Вот Ну и Эппл здесь Не будет В стороне стоять От окружающей среды Не будет Это Ди Каприо Это Ди Каприо Сразу говорят нам Вы видите Вот здесь анимации Ты как-то Я не знаю Показываете Анимации Но листик летел Листик летел И улетел Кстати говоря Если он один раз улетит То анимация сломается Все Она будет статична Не почему У меня двигаются листики Нет Ну ты как бы Ты вот проскрой до конца ее И снова вернись Вот попробуй Давай Ну и не будет ее Она так у меня летает И летает на месте Ну-ка Вот так Вау Ну так он один раз туда прилетел На второй так скажем слайд Ну ладно Ладно Ты будешь отмазывать Но допустим Короче говоря Они говорят Что Давайте Если мы хотим заботиться о планете То есть О Окружающей среде О том Что растет на планете И вообще Живет на планете То давайте Мы будем требовать К себе В первую очередь Не будем Требовать от того Что вот у нас Просто земля такая Нет Мы будем на себя Обращать внимание Ставим вопрос Под сомнение То есть Что блин Что я сделал Для хип-хопа В свои годы Для инвайронентов В свои годы И они У них есть отчет Какой-то о достижениях За 2017 год Это кто Слишком дотошный Может почитать Что они сделали Год еще не закончился Отчет уже есть Отчет уже есть По тебе у них за месяц вперед Походу у них за год вперед Все уже расписано Уже ни хрена Ни Ничего Не тратят Короче говоря Ни природу Все возобновляемое То есть они Получается Не работают у них Вот на дровах Что-нибудь там Ни на угле даже На китайском Вообще ни на чем Все от солнца Все от Вот ветряные Никаких углеводородов Только природное сырье Углеводороды Кстати не природные Здесь круто Кстати написано Что поэтому Всякий раз Когда вы отправляете Сообщение I message Или задаете Серии вопрос Вы тоже используете Возобновляемую энергию Connection Connection Стоит между нами Ими И они Они пишут Сможем ли мы перевести Всю цепочку производства На возобновляемую энергию Видимо не вся Еще цепочка 4% Нет производство Еще все заводы Foxconn Чтобы работали Ну блин Ну это же уже Никак бы не Apple Но окей Они говорят Что надеемся Что да Для начала мы решили Помочь нашим поставщикам Видимо Foxconn К 2020 Ввести Вот как Ты понимаешь Вот этот Foxconn Мы с тобой рассматривали Что там китайцы Помирают Там уже они В общежитиях При зданиях При заводах Живут Уже там же Спариваются Видимо Насрать Они именно Спариваются Насрать на китайцев Давайте лучше Чтобы у нас Хотя бы Все это Все солнцем Добывалось Электричество Потому что это пиар Ой ладно Давай дальше Пойдем Здесь все очень Представь У Apple Сколько бабла Ну И что им еще делать Кроме как Вот таким вот пиаром Заниматься Ну и плюс Ну реально Наверное Лучше природе От этого От того что Такие гиганты Крупные Не это В наших реалиях Российских Конечно странно Это все смотреть У нас тут просто Как знаешь Как тебе сказать У нас все Как те чуваки Американцы Которые на Фордах Эксплорерах Ездят На доджрамах Да Мы примерно Шестилитровый двигатель На 180к был Да Мы примерно Так же Заботимся Об окружающей среде Ну ты подожди Среда Вот здесь написано 4 миллиарда ватт Вот их все Производительные мощности Ну Хочется понимать Весь Челябинск Сколько потребляет Столько же Больше Меньше Хочется Хочется понимать Ну вот Нет Думаешь у нас есть Кто-нибудь из ЖЭКа В комментариях Напишешь Хотелось бы Да Из энергосбыта Хотя бы Потому что Возможно это 10 Челябинсков И тогда это Биг Дил Потому что Мы так-то Город Миллионник И у нас заводов До хрена А дальше Они хотят Полностью цикл Зациклить Чтобы он вообще Ничего не жрал Опять же Дрова не тратил Сможем ли мы Все вместе Отказаться от Разработки Недр земли Анимация С батареями Солнечными Прикольно Да Очень классно Именно что Можно Типа Можно ли отказаться От майнинья Я вот так это назову От копания От делания Пещер Как бы невероятно Это не звучало Но мы уже Работаем над этим Наша цель Создать замкнутый Производственный цикл В перспективе Мы хотим начать Выпускать новые продукты Исключительно Из утилизированного Сырья В том числе Полученного Из ваших Старых устройств Намекают они На то что Мы Свои телефоны Роняем И сдаем И сдаем Их потом Вообще У них же есть За рубежом Реально Программа Утилизации Старого дерьма Когда ты можешь Свои старые Иподы Принести И компенсацию Типа стоили 200 долларов На покупку Нового получить И Самое главное В этом не это А в том Что там же Используется Какая-то хрень Типа там Ванаде Или что-то такое Которая там В Кении Добывает Только в одном месте 90% всего Мирового И там опять же До свидос Ниггеры погибают Там страшные вещи Я хочу Опять же Чтобы нам В комментариях Предложили Вот такую Развернутую статью Интересную Вот про эти вот Штуки Которые используются Которые только В Африке Можно добыть Да-да Там какие-то Именно минералы Которые нужны Для телефонов До свидос И там Люди погибают Мафии Воины Стреляют Автоматы За то чтобы Это держать Там просто Каждый раз Убивают Свергают Правительство Целое И только за это После этого Тим Кук С добрым лицом Выходит И говорит Мы да Мы переведем Все на возобновляем Вот это ты чем Возобновишь Козел старый Гей Сан-Францисковский Чем Вот Какие С каких детей Ты будешь Это перерабатывать Все что Вот эти минералы Или только из старых Брать А вдруг они Там почернеют Потухнут эти кристаллы Я не знаю уже Знаешь Это как Для световых мечей Нужны были Фокусирующие кристаллы Разные там И так далее Они тоже редкие Были до свидос Вот тут примерно Та же самая история Ну слушай А давай вспомним Про палочку в Гарри Поттере Там же нужен был Какой-нибудь волос животного Например Волос жопы Ну так Ну волосов Представляешь сколько А кристаллов Сто пудово меньше Ну согласен Они здесь Очень сильно бравируют В следующем пункте Про то что у них Очень экологическая упаковка Я вам напомню Вы вспомните Какая упаковка у айфона И она действительно Достаточно экологическая Обычная белая А что ты начал А вспомни упаковку Из-под Китфортовской техники Она реально из коричневого Вот этого картона Беспонтового Но они сделали вот эту белую Все-таки из перерабатываемого дерьма То есть Это не то что вы подумали Нет Нифига Это не то что Навьё они распечатали На А4 И несколько Загубили сразу Несколько Дубов Нет Это прям вот Все переработано Здесь кстати показано Как здесь все классно Здесь видишь Лиса прям из коробки торчат У тебя на анимации Строительные леса Возможно Потому что Упаковка для айфон 7 Изготавливается из бамбука Отхода сахарного тростника И бумаги из которых Из других проверенных источников Что еще Может быть проверенного Кроме тростника И бамбука Можно кури Баобаб Сможем ли мы сделать Лучшие в мире материалы Еще экологичнее Пишет нам Apple Да Наши химики работают Над тем Чтобы материалы Из которых Когда химики слышим Мне кажется Там сразу на гидропонике Что-нибудь выращивают Для дизайнерского отдела И нормального Баобаб Для Джуняева Химики работают над этим Чтобы материалы Из которых производились Наши продукты Стали еще безопаснее Для контроля результатов Своих исследований Используют лазерно-искровые Эмиссионные спектрометры Они уже начали Унижать мозгом здесь Такие приборы Устанавливают на Марсоходы Чтоб ты понимал Ну и вот Можно подробнее почитать Мы не будем останавливаться Здесь есть Несколько еще страничек Здесь около Лоточка с сим-карты HG И это по-моему Ртуть То есть без ртути Гидраргерум Почему именно В сим-картах ртуть Я не знаю Будешь, да? Ну что, гидраргерум Ну давай посмотрим Ртуть это или нет Гидрар Так, ну-ка Давай Ртуть Элемент побочной подгруппы Вот А тут около Видимо это жидкокристаллический Экранчик Или я не знаю Вайфай Бе Зачеркнуто Возможно Берилий И возможно Берилий Это как раз Самое дерьмо Ради которого Детей африканских Убивают Посмотри, пожалуйста Ну-ка давай Берилий Ну посмотри Он бе От образования Он бе Да, он бе И? И это Элемент второй подгруппы Уже тебе говорили Элемент второй группы Т-т-т А про что-то пока Про детей Что убивают Нахождение В природе Известно Более Тридцати Это как раз Минералы Бериливые И тут Не знаю Местонахождение Бразилия Аргентина Африка Что-то тут Возможно Это именно оно Да И вишь Они без него Хотят Так что Детей не обязательно Будет Младенцев Ну вот я хочу Чтобы нам нашли Статью Вот хочу Самим-то это Мы Сами-то мы можем Но мы по учителям Мы-то это и так Все знаем Это вам надо Поэтому найдите Нам статьи Пожалуйста Ладно Окей Эпл посмотрели Я даже не знаю Какой вывод Сделать Мы с тобой Как-нибудь Заботимся о природе Вот ты выкидываешь В разные мусорки Хотя бы У меня супруга Напоминаю Эко-мусор Который можно Перерабатывать Отдельно собирает И у нас стоят Отдельные мусорки Для этого Типа вот Пластик Бумага Стекло Полиэтилен Картон Вот это все Она пакует Это отдельно И закидывает туда Я больше скажу Она даже звонила Туда там На этих мусорках Номер телефона Написан И она спрашивает А вы точно там Перерабатываете Сортируете И я сказала Конечно Точно сортирую В этот же момент Наверное КамАЗ Разгружает На свалку Просто все скидывает Вслед за другим говном И да Но вот Поэтому я могу тебе Честно сказать Что я занимаюсь Тем же самым Чем Apple У нас даже Есть знакомый Который у нас В Челябинске Конкретно занимается Этими всеми Экологическими темами Ну разными Я напоминаю Все хотел Гальку сделать Из стекла Из говна Да-да-да Он как раз Экологические инициативы Продвигает в Челябинске И он бы тебе сказал Куда еще сваливается Да Он сказал Да кого Ой это корпорация Они убивают Там все По хиппи Иначе бы просто Жорево какой-нибудь Устраивать в грязи Под рейвами Какими-нибудь Еда А мы перейдем К Фейсбуку Фейсбук наверняка Также заботится О природе Но здесь Статья не проявлена Нужно вернуться Там в конце Есть ссылка Сдайте устройство На переработку Мне интересно В России Есть это Или нет Ну-ка Утилизация устройств Apple Негко для вас Полезно для планеты А че ты ржешь Я ржу от того Какой глухой звук Получается Из-за того Что у меня сухарик во рту Как будто я просто Из двери Из машины Разговариваю Опять же И здесь старые Айподики Как раз нарисованы Чтоб ты понимал И потрескавшиеся Такие айпады А ты не будешь Свой сдавать У тебя же Потрескавшийся Твой айподик Первого поколения Он же вообще Наверное Из алюминия Еще сделан Да И он мне нравится У меня Пока не буду сдавать С чего начать Сообщите нам Там вот и так далее И Да и все Подробнее Ну-ка Returnprogramme Тире apple.com Мне кажется Что в России Не завезли такое Но вот ты придешь Есть DataServe Предлагает простой Там что-то там Значит Это уже абсолютно Другой сайт По-другому сверстанный Через каких-то посредников Ну короче говоря Опять же Пишите нам в комментариях Если вы в курсе Что это такое А мы все-таки Двинемся дальше Как нам Никита завещал К фейсбуку Да Это нам предлагал кто Это нам предлагал кто-то Сейчас я открою И не забуду VSJSCSS Не V, а W VSJSCSS Что он нам еще пишет Он пишет Привет Предлагаю обсудить тему Про то Куда двигается фейсбук Какие технологии Они развивают И какое И как это изменит Наше будущее Есть роличек Мы сразу перейдем Тезисно на русском Кроме тезисно на русском Скажу что нам еще В предлагаемых новостях Здесь предложили новость О том Что фейсбук Владеет Четырьмя из пяти Топ продаваемых приложений И в App Store И в Google Play Ну и это Как ты догадываешься Сам фейсбук Мессенджер Инстаграм И WhatsApp Продаваемых В смысле что У них в приложении Мессенджером Покупают стикеры Я думаю скачиваем их все-таки Скачиваем Ну тогда да Нет Может быть это Топ-гроссинговые Приложения В которых внутри Стараемые покупки Ну тогда давай К фейсбуку Нырнем У них конференция была Ф8 Она называется F8 Я не знаю Может быть это как-то Сочетается Типа F8 Классно так Знаешь Ты же знаешь Нет я тебе так скажу Фейт Это судьбинушка Судьба Вот Вот Фейт Да Просто видишь F по-английски Ну да Фейт Потому что это знаешь Как Скейт Из Not a Crime Да Да Скейт Вот тут тоже Ф8 Короче у них была конференция Твою мать Ф8 удалять было Во всяких Нортон командирах И это фейт Судьба Это судьба Это удалить Ну что-то ты начал А если я сейчас Я возвращаюсь Все еще к досовским Я видимо не могу От этого уйти А если я сейчас Зайду на facebook.com И нажму здесь F8 по прикольчику Ну-ка Что будет Ни хрена не будет Ну-ка А на Тепрогере Что-то я много раз нажал У меня сейчас тут До свидания У тебя залипание клавиш Сейчас будет Ладно Перейдем К данным Из конференции 18-19 апреля В Сан-Хосе Калифорния Прошла ежегодная Конференция Facebook Под названием F8 И что представили Давай пробежимся По пунктам Странно что Каждый из этих Пунктов Он наверняка Достаточно далек От наших подписчиков Я бы сказал Даже безмерно далек Им это интересно Скорее всего Я не буду За них решать Но скорее всего Им это интересно Но это Им не понадобится Никогда Ну стоп Здесь же на ближайшее Будущее Вроде какие-то Программы Ну вроде как да Но ты сейчас Поймешь Что это смешно Ну с учетом То что наши подписчики Именно нам это Предлагают А именно WSJS CSS Возможно Он сам Недалек От наших подписчиков Является одним из них Возможно Он сам недалек Просто И Поэтому Это всем сейчас Понравится Вот спасибо Именно за тему Про Фейт Хорошо Ладно Первый пункт Создание интерфейса Для управления Компьютером Силой мысли И здесь Без приколов Фейсбук занимается Теми самыми Инициативами Чтобы Внедрить Чип В башку себе Или хотя бы Рядом с башкой Куда-нибудь Чтобы именно Головой Нейрончиками Управлять Интерфейсом На компуктере Силой мысли Знаешь как выглядит На что похож Джейпад С первой Вот этой С первой С первой Ну Ну как Чем На пульт Который в 60-х Придумал Да-да-да Чувак пистолетный Вот как будто Так и не ушли Никуда от него Фейсбук работает Над неинвазивным То есть видимо Не внедряющим В башку способом Распознавание И передача информации Будет происходить Благодаря оптическому Сканированию Как тебе Ну вот как это вот С нашими подписчиками Коррелирует Скажу тебе так Уже давно Придумали Неинвазивный способ Измерять сахар В крови Чтобы ничего себе не втыкать Но компании Которые зарабатывают На расходниках А именно На пластиночках Вот этих Для диабетметриков Никак в жизни Это не пропустят дерьмо Но уже реально Это все давно Изобретено Возможно Лекарство от спида Тоже изобретено Возможно Те кто Выпускают мыши И клавиатуры Не позволят Чтобы вот Вот это дерьмо Пошло на рынок Которое Просто чтобы ты Башкой управлял Вот Я думаю Что жизнь Она вот как раз такая Ты это именно сказал Почему это далеко От наших подписчиков Да на самом деле нет Потому что корпорации Все Опять же там На самом деле не из-за этого Из-за того что просто Это какие-то технологии Которые я По старикам вижу Что они будут Может быть у моих внуков Максимум Минимум Мы это вот Как-то Ну не знаю Со мной сейчас поспорит Слава Абрамов Который уже с роботами Спит Вот Но тем не менее Ладно Давай пойдем Ко второму пункту Соцсеть виртуальной реальности Тебе кстати кофе Как вставил Нормально Да так себе Меня не берет уже Не берет А ты просто с сухарями Может И что ты думаешь Если я с сухарями Я бы сейчас вообще тыркнул Это как водку Да закусывать Так бы если ты просто Водку накатил Тебе бы в штыр Я напоминаю Чтобы опьянеть Можно крышечками пить И ты уже где-нибудь Песяточку выпьешь Уже тебя убьет Просто в говно Это специально придумано Алкашами Чтобы одну полютрушечку На троих распить Но все равно опьянеть Нормально Крышечками пить Просто и все Мне это напоминает способ Как готовить Допустим Какие-нибудь макароны С колбасой Колбасу натереть на терке Ее много кажется сразу Первый раз слышал Такой студенческий метод Чтобы знаешь Мало у тебя колбаски осталось Ты хоп ее натер И до хрена колбасы Ну слушай Мы вот вещь Много нового Друг от друга У нас тут тоже конференция Фейд походу Второй пункт К фейсбуку Давайте господа Обратно к Сухербергу Соцсеть виртуальной реальности Компания представила Бета-версию Социальной сети Виртуальной реальности И они хотят Представляешь Реально представила Бетку Фейсбук спейсес Когда ты надеваешь Окулус рифт Например Какой-нибудь Ну я думаю Почему окулус рифт Они же его и купили Поэтому Ну конечно Конечно Да Какой-нибудь окулус рифт Надеваешь Скорее всего HTC Vive Все еще не поддерживает Это дерьмо Но вот окулус рифта Поддерживает И контроллеры Тач Какие-то там Их One touch simple Те самые контроллеры Диабет мерить Сахар Ты можешь С помощью вот этого шлемака С помощью вот этих очков Управлять Просто реально Двигаться там По соцсети Переходить Совершать звонки В мессенджер Ну и так далее У меня вот это дерьмо Которое Вот эти аватары Вот эти люди Они напоминают Xbox Live Xbox Да Xbox Live Меня тоже Как тебе опять же Вот этот пункт Кажется ли тебе Это достойно Мне кажется Что если это и будет Реализуемо Это настолько будет Не мейнстрим Что даже и бессмысленно Об этом говорить Только какие-нибудь Гики и фрики Будут этим пользоваться Или гики-фрики Мы конечно с тобой Пожжем Или кролик квики Когда через 20 лет Мы бы этот подкаст Будем в шлемах снимать Или с контроллерами Тач хотя бы Да Будем тачить друг друга Третий пункт Новые инструменты Для разработки Но здесь Для наша Наша тема Пацаны Fade была богата На анонсы новых инструментов Прежде всего Стоит отметить Обновленные версии JS библиотек React и Relay Уже Relay Какой-то Уже Relay Получившие название React Fiber И Relay И Relay Warfare Да Facebook не обошла стороной Виртуальную дополненную реальность Она выпустила Фреймворк React Уже VR есть для React Ага Или React Для VR React для VR Основанный на том же React И показала платформу Camera Effects Короче там Первую систему Для разработки Для дополненной реальности Короче До свидос Что Что еще хочется сказать Еще два новых Open Source Инструмента Да Они кстати Открывают код Как это любят Все сейчас компании Крупные делать Открывают код Допустим Один из них Letho Декларативный фреймворк Для создания Эффективных Пользовательских Интерфейсов На Android Неинтересно Неинтересно Дальше Другой Cafe To Фреймворк Для машинного обучения Интересно тебе? Это нашим подписчикам Они любят Машинное обучение Нейронные сети Я не люблю А для меня Это все так же Кажется Как и VR Мы с тобой Старики 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 Ну мы хотим Просто на Ford Explorer Портить видимо Атмосферу Да Портить воздух Именно Как бы это ни звучало Ну как ставить Пердуны Теперь ИИ Можно использовать На мобильных устройствах Под управлением iOS и Android А также на мини-компьютерах Вроде Raspberry Pi Это все Cafe 2 Вот мне Cafe Вот это вот Я вспоминаю сразу трек Че-то, че-то Ту-кафе Че-то, че-то Че-то Та-та-та Я вот мне теперь интересно Как этот трек называется Ну ладно Как? Нам подсказывают Просто из зала Ту-кафе Хорошо Сейчас нам автор расскажет Еще немного О социальных проектах Facebook Оказывается Что-то еще у них Сетью Instagram Ежемесячно пользуются Больше 100 миллионов человек Ты знал? Да что ты? Ты один из них И многие из них Не обладают Стабильным доступом В интернет Стабильным доходом Это не к нам уже Это не к нам Мы с тобой как Старые пердуны Имеем хорошее соединение С интернетом Широкополосное Я бы даже сказал Поэтому на конференции Было объявлено Что Android Клиент Instagram Получил оффлайн режим С поддержкой Большинства стандартных функций Они все к тому Что они будут хранить Еще больше данных У нас на телефонах И засирать нам память И кэш Черт 128 гигов Надо айфон уже Покупаешь Чтобы Инстаграм И Фейсбук И Ватсап Нормально жили Я вот не знал Кстати Они вон анонсировали Обновление Своего Workplace Оказывается Фейсбук Тоже делает Свой Slack У них вот есть Некий Workplace В котором Вот прям Slack-slack Ну охренеть Может быть Кто-то даже Им пользуется Из наших подписчиков Или пользовался Напишите Как вам Ждем комментарии Ждем Все Пишите нам Пишите И самое главное Таймкоды Ставьте к чему Вы отвечаете Потому что Мы вот записываем Сейчас подкаст А завтра утром Я уже не вспомню Чем мы тут несли вам И когда вы Мне начинаете Вот да Точно Вау Спасибо Ну это из-за того Что мы старые пердуны Согласен Возможно из-за этого Ладно Фейсбук поговорили Как обычно Давай пойдем дальше Дальше Следующая закрывающая новость Светские новости Дальше Кстати я вам Забегая вперед Скажу там Вордпресс у нас Сегодня проснулся Вау Как спящий пробудился В нем будет Три темки И любители Вордпресса Они прям кайфанут Да Или нет Хайпанем Хайпанем Немножечко Возможно Будет интересно Говорит нам Кубик Кьюбик Исполнитель Ноха Ту кафе Отлично Ноха Ту кафе Ноха это аббревиатура Через точечки Сталкер Вау Ладно Короче Очень интересный сайт Нам был предложен Кубиком И возможно Говорит Нам будет интересно Нам было с тобой интересно В принципе Когда я читал Было достаточно интересно Я не читал Поэтому не знаю Сейчас посмотрим Некий Торшинский сайт Я бы хотел его Даже не то чтобы Прорекламить Какой-то сайт Он такой В стиле Плохого Айти Да Если вы понимаете Я тоже Возможно Он админ Плохого айти И у себя Он устроил Подобную непотребщину И кстати говоря Здесь Вот на этом сайте Точнее В этой статье Которая была написана 27 февраля Видимо Писала Эта девочка Несмотря на то Каким лэнгвиджем Она здесь пользуется English language Скорее нет Не English А Roof Ну короче В общем Rood Да Rood Руд бы Она В общем Грубо пишет Грубоватость Пишет И это уже будет Не clean lyrics Поэтому мы не будем Здесь полностью Считать Как она здесь пишет Действительно Здесь есть Ненормативная лексика Explicit content А просто я вам Опишу Ее эмоции Так как я могу Это описать Здесь сразу Вы видите Фотографию Вот например Парня Стоящего рядом С ламборгини Я нашел Просто этот трек Меня Алина сбросила Так что да Короче Можно продолжать Нет Я буду слушать Потом продолжим Короче Пользователи Срали Плевали И что-то там Клали на ваши Красивые сайты Сразу фотография Слаг Знаешь какой Продажи С пафосных сайтов Хорошо Фотография Парня Который прислонил Ножку Как в GTA San Andreas К Lamborghini Я подозреваю Я подозреваю Что это все-таки Не его Ламборгини Он очевидно Прифотошоплен Мне кажется Он не прифотошоплен Он просто встал Ты посмотри У него даже По цветам Он какой-то зеленый Хотя да Короче говоря Эмоции такие Сначала Вот Чуваки Пожалуйста Пожалуйста Не делайте Сайты Типа Чтобы было Именно красиво Ну вот не надо Делать вот этот Пафосный ваш сайт Который всем Будет не стыдно Показать Типа Круто Такая красота Да свидос Не надо это делать Потому что Скорее всего Если он будет Слишком красивый То возможно На нем Будет все хреново Продаваться Потому что Для чего Говорят вы себе Это делаете Чтобы дрочить Через карман На эту красоту Или чтобы Все-таки Давать людям Информацию Необходимую Для покупки Ну да Или чтобы У вас вены На ушах И члени Вздувались При виде Вашей высокохудожественной Странички в интернете Или чтобы люди Могли быстро сообразить Как с нее купить что-то И сколько это стоит Мы немножко зачитали Смотри Чтобы потешить Свои девиации Или чтобы бабки Капали из продажи В инете Я понял Почему ты решил Что женщина Потому что К ней обращаются В комментариях Ну она там Где-то говорит Что она там Дала кому-то Или там Что-то она подумала То есть У нее есть окончание Которое меня заставило Думать Что это женщина Ну в комментариях К ней обращаются Как Елене Ну хорошо Вот Елена пишет И приводит Некие кейсы Почему Почему Конкретно Она думает Что красивые сайты Это не все Вот так круто Возможно Это Елена В свое время В 90-е был Чатрум Все больше не Перебивая Елена занимается Видимо Закупкой трафика И вообще Вот Видимо Реклама в интернете Занимается К ней приходит Какой-нибудь чувак С красивым с отецким С очень красивым с отецким Но с плохим юзабилити Она нам это хочет сказать Вот сквозь свой лэнгвич Руд лэнгвич Хочет сказать Что Да С красивым сайтом клиента Ага Мы ему говорим сразу У вас красивый сайт Но Ваша реклама Там Будет хреново Потому что Доступ далекий Все Юзабилити плохое И скорее всего Ничего не купит Но Когда Клиент слышит Что у меня Красивый сайт Он на этом моменте Уже отваливается Мысленно И уже Все говорят Да у меня Красивый сайт В принципе Что еще нужно Я же делал сайты Чтобы потешить Так сказать Да Давайте По полной Трафло заливаем И идем Она делает Какую-то там Рекламу То есть Допустим Через соцсети Вот та самая CPC Реклама Кост по клик Та самая реклама Которую все любят Покупать За клики И По исследованиям Ну Яндекс.Метрика Прикручена Все Аналитика Она смотрит 15% По исследованию По Яндекс.Метрика Отваливается Но По факту По факту Отваливается Все 90% Ух ты То есть Люди Как-то проходят Как она интересная Вот мимо метрики Ты понимаешь Ну по определенной Потому что никто Ничего не покупает Вот так Ну понятно То есть По определенной цепочке Люди идут Там из соцсети Попадают По рекламе Проходят Но даже не доходят До товара И ничего не покупают Не заказывают Не кладут в корзину И реклама работает Только с блогеров Вот только с блогеров Реклама работает И Клиент остается доволен Блогерами в принципе Потому что они Классно пиарят его сайт Говорят Блин заходи на какой-то сайт И ты там Купишь Сможешь там Купить то-то То-то В других сайтах То и такой трафик Будет работать И такой трафик Будет приносить Клиентов И покупки Самое главное А если вы все еще будете Выеживаться красотой То у вас будет работать Только блогерская тема Просто понимаешь Почему блогеры работают Они пробивают Они полностью Полностью посылают Ваших клиентов Туда куда надо Как бы это ни звучало Прикладывают ссылочку В описании И добиваются того Чтобы вот как Вилсаком До талого прям Вот говорят Что купи там Apple Jesus Который он уже не рекламирует Сто лет Купи там Получи все И даже промокод скажет Все То есть он разжует Он за тебя сделает юзабилити Поэтому блогеры И хороши тем Что они все Для тупых объясняют А когда ты просто С соцсети чувак попадает Он начинает тыкаться Мыкаться Когда просто Закупленный трафик Он начинает Туда сюда Зайдет Тут не понял Здесь не понял Тут отвалился Я думаю даже На втором этапе уже Когда тут не понял И здесь не понял Все Все да Поэтому Ну и все Вся статья об этом Здесь она очень в красках И с плохим лэнгвиджем Объясняет это Приводит много Всяких различных ссылок В доказательства Она говорит Что не надо уповать На платных блогеров Потому что С контекстом И с поиском Все равно Людей будет больше Да Потому что Все равно Говорит Яндекс и Гугл Все еще Работают лучше Чем все таки блогеры В них все таки Больше тарафла Чем у Вилсакома Она просто Линк Карлс Как первый пример Привела Хороший Видимо хороший Здесь как в школе У Гарри Поттера Все живое Ну или как в матраце Дешевая гостиница Видимо она то Походила по дешевым Гостиницам В свое время Да Вообще Если она нас слушает То наверное Респект Что говорить Наверняка Но забавный сайт Может быть Кого-то приколит Еще какие-то темы Выкидайте Мы посмотрим Ну вообще Кроме шуток Походу У нее даже есть Там Или Супруг Или Или супруга Я просто Здесь В Сайтбаре У нее было Некоторые личные Торшинские Итоги года 2013 Торшина Это очевидно Ее фамилия И Там Есть фотография Типа что Видимо ее молодой человек За рулем Круто Ты сейчас как-то Копнул глубоко Копнул я еще Поэтому Давай дальше Быстрее уже перейдем Перейдем К вордпрессу А уже Да Чтобы перейти к вордпрессу Надо сказать что Мы здесь Вот честно говоря Вдруг вы Давно Или вот Недавно К нам подключились Подключились Это такое Кондовое слово Как будто мы здесь На радио Недавно подписались Хотя тоже Кондовое слово Недавно нас слушаете Если вы Недавно нас слушаете Если мы Недавно В ваших сердцах В ваших сердцах Умах И ушах Короче Мы не рассматриваем Здесь никакие CMS Кроме вордпресса Иногда вордпресс-блог У нас существует И сегодня этот вордпресс-блог Он вместо разработки Не то чтобы мы ее Выкинули в ведро Там И она никогда не вернется Нет Просто сегодня Хочется поговорить Именно про вордпресс А разработка Не была Так же втрепещуща Мы все посмотрели Нас ничего не устроило Но встроили Три темки вордпресса Так что давай Расскажи нам Про эту CMS Точнее про новинки В этой CMS Знаешь Вот Что касается разработки Ничего интересного Реально не произошло Несмотря на то что там Facebook выпустил Новую версию React Охренеть теперь Вот так чтобы Как гром Среди ясного неба Что-то Вот нет Ничего не трахнуло Ну трахнуло Но вот в разработке Как-то не очень Да И поэтому Было принято решение Волевое Вернуть вордпресс Тем более что Тут Происходят Некоторые вещи А именно Вордпресс 4.8 Жи готовится У нас к выходам Уже вордпресс 4.7.4 вышел Поэтому 4.8 Не за горами И мало того Что 4.8 Вордпресс Закончит Свою поддержку Интернет-эксплореров 8.9.10 Внимание 10 тоже Видимо на Флексбокс Решили перейти Я не знаю Хотя казалось бы Ну а Ну в админке Наверное Я имею ввиду Хотя казалось бы Сами тем Этот чехол Что я верстаю Видимо Возможно 2018 Какой-нибудь Который будет Будет с флексбоксом И сама админка Поэтому Старые интернет-эксплореры Бай-бай По NSYNC Бай-бай-бай Вот Кроме этого Кастомайзер Тим Пропоуз Имидж виджет Вордпресс 4.8 Наконец-то У нас будет Виджет изображения Смотрим До сих пор Его не было Для сайдбара Виджет просто Картинка Твою мать Всегда надо было Заходить в Текст HTML текст Писать Имидж SRC Там With Height Alt И так далее А теперь Наконец-то У нас будет Виджет Изображения До хрена Делов Да Согласен Как-то прям Кроме шуток Я всегда пользовался Давно уже был Плагин Имидж Вордпресс Имидж виджет Возможно Даже Именно этот Плагин Лег в основу Так сказать Этой вот Фичи Которая будет В коробке И вот Да Да The image Плагин Created Modern Tribe А это Про него пишут Что он просто Один из самых Популярных Короче говоря В джетпаке Он есть Имидж виджет Ну и в общем Решили в коробку Наконец-то Это ввести Кроме шуток Это Это достижение Это прям Мы этого Долго ждали Смешно это Обсуждать Конечно Ну вот так-то По существу Ничего необычного В этом не было Давно бы уже сделали И даже никто не делал бы Из этого Биг Дил Но теперь Поскольку давно Мы это ждали Теперь это Биг Дил Ура Image Виджет Я буду Пользоваться Я специально читаю На английском Это все Чтобы вы учились Как-то аудированию У нас подкаст Образовательный Еще кроме всего прочего А я думал Аутирование Потому что Это я уже научился И тьфу-тьфу-тьфу Конечно Плагин называется Show plugin menu items On activation Для чего он нужен Вот Установил ты этот плагин А потом Хоп Такой Накатил себе Bodypress Ну допустим И он после того Как ты активируешь Любой плагин Показывает А вот теперь В settings Acquismit Или там В settings Bodypress Ну Появился Новый пункт Меню И там скорее всего Настройки Потому что Очень часто Какой-нибудь Плагин активируешь И его нету В настройках И думаешь Где он Где он Где он А он либо В tools Вот это Бляд Вот я считаю Что вот это По стандарту Надо сказать Где должно появляться Согласен с тобой Каждый раз Новый плагин Они уже скоро Будут в жопу себе Засовывать Эти настройки Да Добавить новое Только вот Крэм в пост Деваешь Вот только там Будет В жопе Да Причем Они знаешь Рассуют Они там Сделают Одну рекламную Свою страницу Покупайте Наш Pro Плагин А одну еще Ну ой ладно Действительно Вот этого Не хватало Дерьма Вот я не знаю Насколько он будет Как вообще Написано Просто Видимо Какой-то Хук Когда добавляется Какой-то Settings page То появляется Вот такая Сносочка Выноска Я не знаю Как конкретно Это реализовано Со всеми ли плагинами Будет совместима Эта хрень Или можно будет Какими-нибудь Лендингами С про-версиями Обманывать Вот этого И чтобы вот этот Плагин Показывал Именно Как купить Про-версию А где Сами настройки Все-таки Не показывают Не знаю На самом деле Но Занятно Занятно Тоже Опять же Может быть И в коробку Было уже такое Но опять же Там просто Вордпресс Это махина Это уже не своротить Там в коробку Никто не будет Так часто Все добавлять Потому что У всех Все порушится Нахрен Да сюда Да и И не такой Это Нужный Функционал Хотя Ну я с тобой Согласен Что порой Его не хватает И третий Вордпасс Плагин Директор Ресторс Табд Интерфейс Директория Плагинов Месяц назад Обновлялась Не помню Обсуждали мы Это здесь В подкасте Или нет Но в общем Обновлялась Мы говорили Что в бета Версии Не там Не у нас Какой-то чувак С пригоревшим Пуканом нам писал Помнишь Длинное сообщение Что вордпресс Ничего не делает Помнишь Я не помню У нас блин У нас был такой чувак Нам недавно С пригоревшим Пуканом писал Чувак Который говорит Что мы дизайнеров Засираем Хотя это вообще Ни хрена не так Мы так-то всегда На стороне дизайнеров И рубрика дизайн У нас всегда Очень большая Ну короче Это неоправданное Быдление было Я его ненавижу Дизайнеров Ну нет Ну дизайнеров Натуралов Только мы за них Да Ну То есть за двух Из миллиона А вообще Что-то еще он Были Он два комментария Каких-то отпустил Не Второе там Такое Лайтовое было Ну может быть Ты что-то хотел сказать Да я просто к тому Что вот был у нас Такой чувак И этот чувак Знаешь Как будто он нас Уже год слушает Словно Или там два года И у него прям пригорело Мы знаешь Типа с тобой Два года назад Обсуждали Что вордпресс Все говорит Что мы сейчас поменяем Директорию плагинов Будет все удобно Классно Или директорию тем И вот через два года Вот мы сейчас поменяем Да И через два года Ничего не изменилось И он говорит Да что-то там вордпресс Они вообще работают Нет А вот что здесь поменялось Давай в этой теме Конкретно Так вот Месяц назад запустили Новый дизайн Здесь есть ссылка на новость Но там нет С того самого скриншота И там Чтобы ты понимал Описание плагина И вместо вкладок Типа там Скриншоты Установка Вот это все Там это одно под одним было Буквально Знаешь Одной строкой И около каждой Read more Read more Read more Когда ты жмешь на read more Он открывает новое Ну полностью тот пункт Который ты хочешь И все взвыли До свидоса За этот месяц И чуваки прогнулись И изменили И сделали Что теперь опять все-таки Вкладки Details Reviews Installation Support Development И так далее Я считаю Молодцы Вкладки Это natural Это уже тысячу лет Было по юзабилити В плагин директории В вкладки Нахрена вот это делать Одно под одним Да и как бы просто Одно под одним Ты хочешь сразу всех посмотреть Все понимать Что можно про этот плагин Узнать Скроллить до самого низа Чтобы посмотреть Чего-нибудь злок Какие были версии Я может сразу хочу Посмотреть Какого хрена В общем Я всецело с ними согласен И молодцы Прислушивайтесь Дальше К комьюнити А у нас Закончился Блог Вот так WordPress Следующий блок Научпоп Да по-моему Нет Сначала мы ответим На вопрос Слушателя Нашего А да Да у нас есть Вклинившийся Такой слушатель Небольшой Быстренький вопрос И потом к Научпопу Давай Кубик Опять же продолжает Кубик Это между прочим Пользователь Который совсем Недавно зарегистрировался С комментарием Уговорили зарегаться И после этого Он уже предложил Две или три темки Так что есть Есть у нас новые люди Вопреки моему же Собственному мнению Или твоему Я не помню Я его перенял от тебя Как перинатальный центр Знаешь что такое Перинатальный центр Ну это что-то С рождением ребенка Да да это роддом Вот Поэтому Я от тебя перенял Эту хрень Что у нас одни и те же Предлагают И люди которые регаются Они регаются В пустоту абсолютно И не актив Нет Вот кубик Он и зарегался И сразу попредлагал Спасибо тебе А здесь даже без темы Здесь просто он пишет Он и попредлагал тоже Мы просто не используем Так нет ну как это Мы вот прошлая тема Которая матершинная тема Ага Она была от кубика Вау А здесь он спрашивает В следующем комментарии Трендовые инструменты Для разработки Современных сайтов И приложений Плюсы и минусы Сравнения трендовых Иде Или редакторов кода Он практически громкие темы Очень интересно было бы Услышать про Visual Studio Code Мало информации По нему в Ронете Хотя редактор Очень сильно развивался За время существования Я сейчас быстро скажу Вот Помнишь У нас же первое видео На канале Его дизайн Это про Atom Помню Конечно Надо было тебе подсуетиться И про Visual Studio Code Быстренько снять Сейчас-то уже наверняка Наснимали всякие Эти наши коллеги Да Да Есть у нас коллеги Определенные По цеху Вот А так бы если подсуетились Может быть опять бы там Сто тысяч просмотров Собрали бы Или сколько там Пятьдесят тысяч Сколько у него у Atom Не готов тебе ответить Пятьдесят У Atom Тридцать или пятьдесят Да Что-то такое И все еще туда Кто-то задает вопросы Типа А что Atom Все неудобное говно Это вопрос кстати По твоему Да А что все еще неудобное говно Ну согласен Вопрос Я не знаю что кубику ответить То есть ну Мы понимаем на самом деле Вот вопреки вашему мнению Я заявление делаю Никита Возможно я пожалею об этом Но я это сделаю Ну давай пожем Вот Уважаемые подписчики Вы думаете что Мы просто да Не понимаем Вот что вы от нас хотите Да Вы думаете что мы просто Не знаем что вы хотите от нас Там React Redux Flux Что вы хотите обзор Вот этого Visual Studio Code На 6 минут Да Или обзор лучших редакторов Для разработчика И так далее Мы отлично понимаем Что вы от нас хотите Но на данный момент Мы не готовы вам это дать Дело не в вас Дело в нас Да Дело не в тебе Дело во мне Мы просто Вот не хотим Этим приторным дерьмом Заниматься на данный момент Может быть что-то у нас В головах Переклинет Я думаю что нет Потому что мы и так Это бесплатно делаем Я согласен Если мы еще не будем Получать удовольствие От того что делаем То зачем вообще Мы жизнь свою тратим Просто так Нет Я на самом деле допускаю Что в какой-то момент Мне захочется делать Что-то вот подобное Я сниму какие-нибудь Пару роликов Но вряд ли мы полностью На эти рельсы перестраиваемся Это просто не отменяет того Что подкаст будет подкастом Конечно То есть он будет так же Про говно дерьмо И про насрать Кубик Насрать нам На трендовые инструменты Для разработки Современных сайтов И приложений Хотя опять же Из крайнего Был про CodeKit И это достаточно Трендовый инструмент Для разработки Современных сайтов И приложений Что касается Сравнения Трендовых IDE Мне кажется Нету трендовых IDE Есть только JetBrains Пакет Есть Eclipse Есть NetBeans И вот Ничего круче чем Ну я не говорю Про реально там Visual Studio Которая вот Ну у тебя нет Особо вариантов Если ты хочешь Я имею ввиду Реальную Visual Studio Если ты хочешь Под Microsoft Разрабатывать Или Xcode Если ты хочешь Разрабатывать Под Apple А мы говорим Про более универсальные Какие-то хреновые Там на улице Какой-то лай Как будто детей Разгрызают Просто собаки Так вот Что касается Редакторов кода Мы делали По-моему Обзор на Brackets Да и не один То есть там Про разные версии Рассказывали Про Atom Visual Studio Code Это всего лишь Еще один редактор Который написан На вебе Насколько я помню Что про него Отдельно Это говорит А знаешь что От Facebook Есть какой-нибудь Редактор Не слышал Ну-ка Давай сейчас Загуглим IDE Facebook Facebook Code Editor Хотя бы А Настолько Ну давай Какая IDE Если бы была IDE Мы бы реально Слышали об этом Code Editor Ну стопудово Так Ну-ка Так Ну-ка 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 Building Nuclead And Unfined Developer Experience Первая ссылка Какой-то Nuclead Nuclead Это по-моему Фреймворк Для приложения Или что-то подобное Опять же Fade Везде Блин Что-то походу Бомбануло Я пока не вижу Не понял Что такое Nuclead Я просто Мы про это говорили Типа год назад Подожди-ка Подожди-ка On top of Atom Вокруг Atom Они развернули Nuclead Ну вот Слушай Atom-то походу Нормасик Не как у нас Чуваки писали В комментариях Что-то говно Да Да Смотри Есть действительно От фейсбука Напишите в комментариях Если вы Nuclead Пользовались Какой он вообще В чем его профиль Видимо для React В основном Ну Sublime Еще многие пользуются Но это конечно же По 90 Что говорить Хотя самым по 90 Это Notepad++ А что Почему Sublime Все же используют Sublime Вот сейчас каждый Напишет Сто пудово Все уже перешли На Visual Studio Code Я просто реально Слышал Что все его начали хвалить Да Да И типа Понимаешь Почему все сидели На Sublime Ну Плагины Те самые плагины Которые еще только Под второй Sublime Есть Под третий Их даже не переписали Вот все на втором сидели Потому что там Очень много наработок Комьюнити И вот Visual Studio Code И вот Visual Studio Code И в какой-то момент Так начали хайпить Что походу Для нее тоже Все эти наработки Появились Они собственно И для Brackets Появились Но Brackets По-прежнему Реально лагает Да JSON файл На 5000 строк Просто реально Тормозит Даже при скроллинге Поэтому Вот ну Это Это не потрепщина Абсолютно Если вы чем-то Серьезным Занимаетесь Visual Studio Ой да да Brackets Вообще вам не подойдет Visual Studio Ладно Короче говоря Вот мы постарались Ответить Что касается Трендовых инструментов Для разработки Современных сайтов И приложений Ну клиф Да Про CodeKit было А какие-то другие Все что используем О том говорим Кстати про CodeKit У нас тоже ролики есть Два Первый про второй CodeKit Второй про третий CodeKit Я и говорю Что в принципе Бывает Бывает всякое Кода Есть для Mac Редактора кода Полу ИДЕ Тоже у нас ролик Да Ну да Опять же Если вспоминать Что у нас есть Поэтому не так все плохо На самом деле Кубик Ознакомься с нашим контентом Да он не говорит Что плохо Это мы тут уже с тобой Да Мы с тобой неверно восприняли Короче Продолжаем Научпоп 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 Который как горочка У нас Скатит В Концовочку Так И первое Первое Это по-моему От фронтендера Да Как собрать Афоню Своими руками Очумелые ручки Пишет он нам Ух ты И здесь По-моему С какого сайта С какого-то Ноунеймового сайта С русского Он прям Именно ноунейма Называется Здесь написано Это скорее В этой статье Сбор нескольких статей Я тут сразу сообщу Что в комментариях Дискуссия разошлась В наших Редлэкс Да Ответил фронтендеру Так себе тема Саня скажет Говно и насрать Вот посмотришь Говно и насрать Я просто буду говорить Да То что от меня ожидают Но мы Взяли ее так По прикольчику В научпопе нормально Зайдет сейчас Да Я Фронтендер дальше Им ответил Ты знаешь Я не удивлен Тему предложил В продолжении Прошлого подкаста Где зэки Собирали комп И вышли в сеть Вы сейчас увидите Продолжение Да Несколько Подтемок В этой теме И все они Про то Как люди Собирали что-то Руками Именно технологически По прикольчику Сам себе Стив Джобс Первая Подтемка А здесь Андрей Александрович Бахметьев И Тимур Каштан Батрудинов Да Не помню Кизяков Тимур Кизяков Да Короче После этого Сразу Первая Сам себе Джобс Поехали Скотти Аллен Некий Разработчик Программного Обеспечения Он знаешь что Загрелся идеей Сам себе Собрать айфон И если честно Он говна пожрал Ну я догадываюсь Знаешь почему Он говна пожрал У него во первых Есть айфон 6s 6s И он Не стал делать Вот топовую семерку Сам себе собирать А решил именно Такой же себе 6s собрать Просто чтобы Если что Вдохновляться Своей готовой Шестеркой 6s Но Заказать все Вот из Китая Куски И как Спаять Вот самому все Я так понимаю Не спаять А просто Именно СБУ Ну вот к сожалению Не спаять То есть он сначала Такой думает Давай спаять Берет Думает Что первая Ну материнская плата В айфоне Ага Ага И понял что Тот не сделает Он сразу себе Материнскую плату Не закажет Все вот эти Маленькие Транзисторы Почему Ну микросхемки Да Микросхемки Он здесь просто написал Однако это оказалось Слишком сложно Ну креп Почему Подробностей не было Что именно ему сложно Просто я непосредственно Видеоролики Даже на ютюбе Как припаять Микросхему С памяти На айфон И взять И 16 гигов А сделать 64 гигов И там За 100 рублей Там С алиэкспресса Заказать Ташибовский чип С памятью И перепаять Ну видимо память Ладно Остальное Там реально Там именно Паяют микросхемки Там погружают В какое-то дерьмо Ну Ну Серьезно Он походу Несерьезный пацан Видимо он как-то Что Вот я хотел бы узнать Что именно Ему сложным показалось Зато ему не сложно Знаешь что показалось Что просто взять уже А он такой думает Ладно Ладно Хрен с ней С материнкой Давай хотя бы Экранчик Сам себе сделаю Но и с экранчиком Он тоже побрился Вот все вот эти слои Бутерброд Хотя их тоже три И я даже клеил Некоторые Я тоже говна поел Ну просто потому что Это было лет так шесть назад И ну Реально Я это делал С пьяным Виталиком Ну вот Да Как бы Все было обречено На провал На самом-то деле Но что-то мы даже склеили Короче Оказалось В итоге Что он просто купил Все вот эти части Готовый Готовый экран Готовую материнку Готовый корпус Практически Просто взял Все это собрал И получил Практически За те же деньги Айфон То есть это не стоило Того Абсолютно Выделки не стоило Игра не стоила свеч Стоит только Разбитые айфоны Покупать И купить два разбитых У которых запчасти Так сказать Скомпенсируют Друг друга В одном разбито все Кроме материнки А в другом А в другом Только материнка Ну да И тогда да Следующий пункт Фанерный телефон Еще когда Гугл занималась Разработкой Модульного Проджекта Ара Эй Ара Умельцы Начали создавать Телефоны Под индивидуальные Нужды И вот Некий Дэвид Эмеллес Решил Некий Один из создателей Платформы Ардуино Решил сделать Собственный телефон И выложил в сеть Чертежи И исходники Короче говоря Он его сделал По прикольчику Из деревяшки Из фанерки Я бы даже сказал Из фанерки Я не знаю Что здесь еще сказать Но сделал Вроде это дерево Ладно Не буду Как деревянная мышка Это выглядит Все дерьмо И честно говоря Оно вот прям Вот И управляется Наверняка Как деревянная мышка Потому что здесь Кроме кнопок Ничего нет Сенсорного экрана Нет ничего нет Просто кнопки Обычные И Экранчик здесь Прям true аналоговый Ну в стиле Там что-то не Ниточки Как ламповые Загораются Но нет По-моему Все-таки Конечно Это обычные диоды Как калькулятор Короче Как куркулятор Да Следующий пункт Это про чуваков Порнофрая разгубил Это про чуваков Которых мы рассказывали В прошлом Я забегу назад Все-таки из фанеры А не из дерева Он там Как-то Ну круто Круто Я просто картинки смотрю Скралирую То есть тебе это круто Круто Ну ладно Ну слушай Это просто прикольно Ладно Короче Дальше Следующая тема Вот как раз Про тех самых зэков В Америке Которые собрали себе Компуктеры Точнее один компуктер Выносили там Части Северные Собрали И смогли Выходить в интернет Прямо с тюрьмы Линк на десятом порту Пропал Там на картинке И последнее По-моему Последний пункт В этом В этой статье Это чувак По прикольчику Дэвид Мелис По примеру По примеру Дэвида Мелис Того самого Джеймс Ньюман Знаешь что сделал себе Он себе собрал Огромный Компуктер Большой Как раньше В целую Комнату Он собрал машину Мегапроцессор Из семи стендов Двухметровой высоты Общим весом Более Пятьсот килограмм На создание Компуктера Насчитывая 40 тысяч Транзисторов И 10 тысяч светодиодов У Ньюмана Ушло 40 тысяч фунтов И 4 года жизни Ну прям Я не могу Энтузиаст И понимаешь Я последний абзац Сразу зачитаю По мнению Ньюмана Его детище Идеально подойдет Для образовательных целей Чтобы показывать людям Что происходит Внутри Используемых Ими гаджетов Только ну Видимо В большом размере Ведь изначально Компьютер создавался Для визуализации Вычислительного процесса То есть Чтобы там бегали Циферки На вопрос о том Зачем он потратил Столько сил Времени Ресурсов На мегапроцессор Ньюман ответил Довольно прозаично Просто Я так захотел Просто потому что могу Здесь Обрати внимание Есть хит-каунтер 9275 просмотров В этой статье конкретно Из 90-х Привет Да Ну У меня нет комментариев На этот счет Чуваки Просто изгаляются Как могут Чтобы про них На ноу-нейме Написали и все Я считаю Цель достигнута Если про нас тут напишут Я только рад буду Да Но мы не изгаляемся Почему-то с тобой Изгаляемся От нас требует одного А мы делаем другое Согласен Твари Вафа Абзи прокомментировал Следующая новость Немного темы архитектуры Наконец-то Наконец-то Советская утопия Эпоха конструктивизма В Екатеринбурге И здесь на Предложенной статье Извини, я скажу На фоне Красной Так сказать Ленточки Написано На самом сайте Стрелка.ком И На Russia Today Так именно Срочные новости Как типа там Америка разбомбила Сирию Вот такого плана То, что срочно Брейкеннюс Советская утопия Вот тут именно Советская утопия Эпоха конструктивизма В Екатеринбурге Это тоже Брейкеннюс Я сейчас откинусь Вы тоже откиньтесь И просто вникайте У меня микрофон Болтается До свидос Короче 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 Немножко NewDesign.ru Слышь донейт Архитектура Архитектура Екатеринбурга Непростая Особенно центр Центр города Конечно там Охренеть какой И здесь мы не будем Говорить Вот если кто был В Екатеринбурге Вдруг нас Слушают не только Екатеринбуржцы Хотя я думал Только они Короче Там Вы знаете Там есть очень Старинные здания Красивые Отреставрированные Прям вот прям Реально классные Есть не отреставрированные Двухэтажные дерьмо В полуветхом состоянии Есть Но вот в основном Центр Он такой вот прям Видный исторический центр Реконструированный Но Мы поговорим о центре Который Здесь конкретно Называется Городок чекистов И это вот Не те Где вот Именно на конях Заезжали Это уже во времена Советского союза Естественно Специальный городок В котором В основном Жили чуваки Из НКВД Те самые Не ну кроме шуток В Челябинске Тоже есть центральные Вот этот На алом поле МВДовские дворы Ну вот Там я думаю Те же чуваки жили Ну вот Вот они Вот они И здесь Все не так просто Представляете Не в смысле Те же А их коллеги Да Коллеги по цеху Короче Родившийся на заре Советской эпохи Подчиненный Социалистической идеологии Конструктивизм Должен был стать Основой создания Того самого Дивного нового мира А здесь именно в стиле Конструктивизма Выполнены вот эти здания Вот этот городок чекистов НКВД Короче мы сразу перейдем Посмотрим Вот первое здание Которое именно Сделано в стиле Вот этого вот самого Конструктивизма Это гостиница Исеть Исеть Мы все-таки выяснили Исеть Да Слушай А мы с тобой Мы с тобой опять Поддауном Вот это Опять этот вопрос Я просто с Алиной Этот вопрос выяснял Исеть Правильно Черт Да короче Гостиница и сеть А у нас это было Мы с тобой Когда говорили про Небоскребы Москвы У нас там было Немножко про Вот эту хреновину Ну это собственно говоря Река в Екатеринбурге Которая течет И гостиница Гостиница и сеть Которая Полукругом Вот такое здание Полукруговое Сделано Оно там действительно В центре Не гостиница Космос конечно Но тоже прикольно Не космос Да На проспекте Ленина Угу Или это улица у них Ну не важно Короче Вот это Не очень высокое здание Полукруглое Оно выполнено В стиле конструктивизма И в чем изюминка Изюминка В чем прикол Прикол Я сейчас даже вот Зачитаю Найду Рабочие Дома коммунно Рассматривали Рассматривались В годы советской власти Как важное Социальное завоевание Порожденное Инициативой Трудящихся масс Рабочие считали Необходимым Исправить Несправедливость В распределении Жилища И отвергали Весь старый бытовой уклад То есть Они были такие Хипстеры Они короче Бонтари Да По заветам Коллективизации Советский человек Должен был мыться В общественных банях А обедать В фабрике кухни Поэтому главная Особенность этих домов Отсутствие в них Кухонь И ванных комнат Опа В наше время В перестроенных квартирах Конечно же Уже есть комнаты Ванные комнаты Под них обычно Выделяют Некогда жилую комнату Благодаря чему У многих в ванной Теперь огромные окна Как тебе? Шок Сенсация Не знал Вот если бы не эта статья Ни хрена бы так и не знал Вот в этом городке То есть По прикольчику Возможно ты можешь увидеть Голую женщину Морющуюся В окне Оу Ее В городке чекистов Возможно дроны запрещены Просто законодательно Так же как собственно И ванные комнаты Но да Ну вот Архитектура доминанта городка Выполнена в форме Полукруга гостиницы И сеть Бывшее общежитие Гостиничного типа Если смотреть сверху Ее корпус имеет Узнаваемую форму Серпа И в прилегающем к ней Доме культуры Имени Серго Арджиникидзе Ныне корпус Уральского Королеведческого музея Угадывается молот То есть там серп И молот Можно увидеть Блин Но официального подтверждения Заложенного в проект Смысла никогда не было Вот так вот Ну то есть Никто это не афишировал Но все все понимали Видимо Да Есть еще Здание Музей истории И археологии Урала Это все еще интересно Про городок чекистов Да Да Это все Это все про него Кстати говоря И сеть Она была Год постройки 29-36 Очень старое здание Здесь тоже ровно 29-36 у музея Тогда же отбахали Да Музей археологии Урала История археологии Урала Музей еще одна составляющая Комплекса Городок чекистов Которая заслуживает Особого упоминания И Я не знаю Чем здесь ее Вот выделить Кроме того Что она просто прикольная Выглядит классненько Я думаю В принципе Вся здесь тема У нас будет под эгидой Ну прикольно выглядит Классненько Да Можно пойти дальше Сверловская киностудия Я ее тоже вот видел Хотя погоди-ка Видел ли я Тоже на проспекте Ленина Слушай Может быть Вот я как-то не очень понял Сверловская киностудия Ленина 50 29-й год 33-й То есть все тогда Строилось Прямо напротив Городка чекистов Находится еще один Памятник конструктивизма Некогда клуб строителей Сверловская киностудия Сегодня Торговый комплекс Сиди-центр Скатились Считается, что он был Спроектирован Не сиди-центр Да Это прям вообще было бы Back to 90's Спроектирован в виде трактора Но опять же Официального подтверждения Этой версии нет Здание Яркий пример Клубной постройки Конца 20-х годов Открытые балконы Широкие лестницы Переходы Совершенно загубленное В наши дни Внутреннее пространство Ну там видимо Все убрали Нахрен снесли Под сиди-центр Все-таки, да До неузнаваемости Искаженной мелкими магазинами Ну вот так Фасад здания К счастью Удалось сохранить Дом печати Знаменитый Да Дом печати Знаменитый тоже Его невозможно не увидеть Если вы едете По центру Екатеринбурга Он там Все это рядом С гостиницей и сетью Можно буквально В пешей доступности 29-30-е годы Уральский рабочий Одна из самых старых Типографий на Урале Созданная Кстати там В нем в подвальчике Можно Это классическое там Читай город По-моему в подвальчике Так вот Уральский рабочий Одна из самых старых Типографий на Ураль Созданная В 26-м году Здание было построено По проекту Георгия Голубева Который позже Занял пост Главного архитектора Сверловска То есть он не абы кто Ленточные как черви Окна По всей длине здания Опирающиеся на столб Закругленный фасад И лестничные клетки Вынесенные за пределы Главпочтамт Спортивный комплекс Поэтому это все Будет ли что-то интересное Да, там союз АЭС Не авторами и вообще Зона в радиусе Пищит у тебя Вся радиационный фон У бомжей же не пищит ничего Конечно, ведь они Кидают этот болт Если он взорвется Если да Если аномалия какая-то есть То они туда не идут Просто и все ДК «Энергетик» был Центром культуры на жизни Молодого и процветающего города Здесь, блин, так все классно Здесь проходили регулярные Дискотеки, кинопоказы Наш кинотеатр «Урал» Мне напоминает Нужно сказать Что Игры по «Сталкеру» Они именно вот В постсоветском пространстве Очень хорошо заходят Они прям популярны дико Я причем даже Этот феномен Я бы подискутировал С какими-нибудь научными работниками Они бы сказали Почему Проанализировали это Вот именно с глубинной точки зрения Да, то есть Допустим, где-нибудь В Орегоне В Аризоне Если ты покажешь игру «Сталкера» Они скажут Ну, как бы игра И окей, шутанчик А наши-то чуваки Они смакуют прям Болты кидать И то Вот Уже скатиться До обсуждения Гей-фарша Ну, давай «Чистое небо» Говно Но «Call of Pripyat» Уже интересный Оригинал Вообще Топ Великолепный Да «Shadow» Чернобыль Да, да Именно тот самый Здесь вы видите фотографии Кинотеатра «Энергетика» Внутри Даже Кроме Звука Я ничего не могу здесь издать Около Я в Калининграде был В том августе Кажется Не помню В каком месяце В том августе Не помню В каком месяце Ну, в смысле Я не помню В августе или нет В городе Балтийск А есть там такой город На западном мысе Так скажем Калининградской области Там есть переправа На Балтийскую косу Коса Это такой Участок суши Вытянутый вдоль Который И спереди И сзади Водой омывается Ну, он потом В Польшу утыкается И как бы Превращается в Польшу Там границы По этой косе проходят Ну, так вот Ровно в районе Балтийска Если переправиться На пароме Там старые немецкие Аэродромы Там внутри Все тоже обветшало Это свидос И Ну, там Как бы Я не скажу тебе Что прям свастика На стенах осталась Но есть немецкие записи Типа здесь был Вася Я думал Здесь был Генрих Здесь был Йорн Да, и Генрих Но кроме этого Там обшарпанные фрески Все еще советские Типа там спортзал И там здоровом теле Здоровый дух И так далее Гагарин Выглядит примерно Вот так же Да Я к тому, что да Ну, можете тоже посмотреть фотографии Отель Полесье Например, тоже Вот как он выглядел раньше И как он выглядит сейчас Да, все это Немного страшновато выглядит Из-за вот черных вот этих окон Которые выбиты уже Ну, тоже полный конструктивизм Если честно Да, в стиле конструктивизма Да, сделано Можете тоже Почему Г-отель Готель Гранд-отель А, или тут же Полиция Тут же на их Ты же понимаешь Да Конечно, это Готель Хотель Готель Вот так я это скажу Здесь тоже можете понаблюдать Здесь в деталях Некоторые фотографии Ну, реально Вот из этих окон Прям стрелять Из снайперки Это уже в Call of Duty Там тоже были Когда надо типа Дом Совета взять Или что-то подобное Точнее, оборонять Вот ты примерно так Из окон там и стреляешь Кинотеатр Прометей Например, здесь тоже есть Как он раньше выглядел Как он выглядит сейчас Тоже все это заброшено Как он выглядел В фильме Прометей Как он Да Лестница у входа Здесь много фотографий Сейчас еще перейдем Что здесь еще прикольного Такого есть Посмотреть Ну-ка, 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 ну-ка Вот это что-то классное Это что-то классное Книжный магазин Во, прикольно Просто обычный книжный магазин Он такой прям конструктивистский Одноэтажное здание Сейчас она абсолютно заброшена И вы видите Рухнул потолок Все Ну, а вот стеллажи, например С книгами, да Остались, например И даже некоторые книги стоят Можно увидеть Блин, прикольно Они, правда Понят, скорее всего Там вечность, как бы Ну Что-то среднее Между вечностью И ВИЧ Да Вечность Это не кейс Для ВИЧ больных Нельзя Вообще нельзя, конечно Кафе Припять Кстати Говоря Кафе Припять И оно очень классно выглядит Даже сейчас Согласен Сейчас даже лучше Оно потому что Такое зеленое Прям Просто я одного не понимаю С хренов ли кафе В лесах В каких-то находятся Наверняка раньше Там не было лесов И можно было подъехать На машине туда На своей победе Да Но сейчас уже На победе Но сейчас уже Конечно Там Припять И она Классно выглядит И изнутри То есть Это веранда Огромная Стеклянная Красивая На ней Можно было выпивать Морс Клюквенный Например Компот Заказать Очень классные Там фрески Разукрашенные Какая-то Девушка Например И космические Какие-то пейзажи Гениальные Вообще Очень красивые Здесь между прочим Есть ссылочка Тоже на канобу О том что Некоторые энтузиасты Даже вновь зажигают Старые лампы И вывески Блин Запускают И я вот даже посмотрю Мне просто интересно Насколько там А это кстати Тоже в Припяти То есть именно Про Припяти Что спустя 31 год Темноты Загорелись Некоторые лампы И там именно Люминесцентные Трубочные лампы Гигантские Которые именно наверху Вот по две штучки Ну которые в ночном дозоре Махали Да Вот именно они И кроме шуток Вывески Там тоже какие-то До Ну там видимо Дом там Чего-то Дом книги И вот именно до Горит И очень эпично И классно выглядит Хочу знать Хочу знать В каких костюмах Нужно теперь Еще по Припяти Передвигаться Чтобы у тебя Писька не отвалилась Ну вот собственно Последний абзац Несмотря на то Что сейчас Нахождение в Припяти Уже более или менее Безопасно В городе регулярно Отправляются экскурсии Блин на экскурсию пойти А некоторые энтузиасты Даже вновь зажигают Старые лампы Вывески Для жизни Он не будет пригоден Еще очень много лет Некоторые радиоактивные элементы Полностью распадаются Десятками тысяч лет Так что Припять Навсегда останется Городом-призраком Горьким напоминанием Человечеству О разрушительной силе Ядерной энергии Как бы наш весь мир Не стал Горьким напоминанием Вот да Тут как бы Опасно это Все оценивало Всего 14 человек На кону Ну как-то всем насрать Видимо Ладно Короче говоря Вот так поговорили мы Можно переходить К обойке Да Можно Она тоже будет Напоминанием О том Что у нас сегодня Была тема Про тренды из 90 Кстати да Поэтому Айлендваген Перед вами Очень хотел бы Себе такой автомобиль Причем красного цвета Например Ярко-желтый Тоже бы подошел Прикольно Мне наоборот нравится Когда Есть контраст С вот тормозными дисками Красными Это прикольно С колодками Да с колодками Точнее С дисками Простите Что-то я не знаю Ничего Вот но Слушай Если бы у меня он был красный Я бы колодки белые сделал Ну так Просто чтобы усугубить Ну это сильно усугубить Вообще Ну Я бы ответил Потому что могу Знаешь где наш подкаст Ну-ка Наш подкаст Это Борельефная дама Которая подпирает Балкон слева Я тоже вижу Да фресочка такая Я считаю Что Мы Как Именно вот Атланты Держим с тобой Балкон На котором Столпились все люди Которые хотят Просто обучающих роликов Про сайты Про инструменты И так далее Я думаю Мы подпираем балкон Чтобы он не упал На Гелендваген Это понятно То есть на наш подкаст Ну ладно Нет Да Мы Это вот эта баба А Гелендваген Это наш подкаст И мы Пытаемся отгонять всех От него Но Всегда рады Если вы пишите Какие-то комментарии Лайки Подписки Да Кстати как Гелендваген переводится Внедорожник Отлично Просто Емко Вагн Это машина А Геленда Это которая по земле По Хоть где ездит Короче говоря Круто Поэтому Я не знаю Насколько он проходим Если честно Мне кажется Не очень Хотя вот Эти вот Места В которых Колеса могут ходить Так скажем Вот эти вот Подкрылки Они достаточно крупные То есть Есть куда ходить Подвески Ну а знаешь С тобой иногда В подкасте Есть элементы Сильно Вот раньше было Сильно американские элементы Мы с тобой ностальгировали По всяким вещам Американским А сейчас у нас Какие-то европейские элементы Стали Нотки Как ты зависишь Про доджи у нас было Сегодня тоже Хотя да У нас сегодня было Ну я могу тебе так сказать У нас расширяется С тобой кругозор Ты думаешь Мы в Азию скоро пойдем Я думаю Что мы с тобой эволюционируем Мы скоро станем Просто супер людьми Супер зольдат Опять же Да Главное Чтобы унтерменшами не стали И да Ну кроме шуток Подписывайтесь на нас В соцсетях Вконтакте В твиттере, фейсбуке, в инстаграме, в гугл плюсе В айтюнсе Пишите нам отзывы Ставьте звездочки В ютюбе Ставьте лайки Пишите комментарии Всегда рады вам всем Пишите на worksobaka.uewebdesign.ru Все свои пожелания На ewebdesign.ru Слэш контакт Можете с нами связываться На ewebdesign.ru Слэш донейт Поддерживайте подкаст На ewebdesign.ru Слэш смарттейп Пользуйтесь хостингом Смарттейп С помощью нас Увидимся уже через неделю Пока-пока До новых встреч